Я представляю организацию «Артикль-19», координатор проектов по Европе и Центральной Азии, Белоруссии, Россией, раньше немножко тоже Украиной, все больше и больше, к сожалению, Польши и Венгрии. Очень рада, что мы с Химан Константой как раз сотрудничаем, у нас общий проект по поводу злоупотребления антиэкстремистского законодательства в Белоруссии и, как уже было сказано, наши партнеры тоже в Центральной Азии. Мы раньше тоже работали плотно на эту тему в России, у нас есть доклад на эту тему, который я тоже потом, думаю, пришлю вам ссылки на все эти документы, на которые я буду в моей презентации ссылаться. А тема у нас, так как Наста уже сказала, международные стандарты в области прав человека и в связи с темой противодействия экстремизму, терроризму. И первое, на что мы всылаемся, и самое главное, на самом деле, документ, тоже потому, что он охватывает практически все страны мира, не так, как разные региональные документы, стандарты, которые, например, на Беларусь не распространяются, как хотя бы вот Совет, деятельность Совета Европы. Это статья 19-я Международного пакта о гражданских и политических правах, которая определяет вот право на свободу выражения мнения и доступ к информации. И чтобы говорить вообще про экстремизм, про терроризм или про подстрекательство к ненависти, к насилию, или, если назовем это еще, можем назвать это, возбуждением ненависти, то все эти явления, они тесно связаны с этой статьей, потому что она как раз определяет, в каких случаях государство может ограничивать свободу слова. И из этой статьи стоит исходить, когда говорим, как вообще вот на национальном уровне законы должны выглядеть те, которые касаются в том числе экстремизма. И эти меры по ограничению свободы выражения мнения должны быть установлены законом, то есть любые законы или подзаконные акты должны быть сформулированы с достаточно четкостью, и они должны преследовать законную цель, которая может быть исключительно одной из следующих, и там идет перечисление, с уважением прав и репутаций других лиц, охрана национальной безопасности и общественного порядка, или здоровое население и общественной нравственности, а также быть с необходимыми и соразмерными в демократическом обществе. Это как бы на практике все хорошо выглядит, но мы наблюдаем как раз такие явления, что законодательство на тему экстремизма выходит часто далеко за рамки заявленной цели, и они часто используются для подавления инакомысля, и тем самым они становятся инструментом контроля государства над обществом. Стоит показать эту пирамиду, которая, возможно, вам очень хорошо известна, потому что она часто встречается, особенно когда говорим про противодействие языку вражды, но это не только для языка вражды, это в целом для высказываний, и эта пирамида показывает, какие высказывания должны быть запрещены законом, они идут сверху, это подстрекательство к совершению геноцида и пропаганда дискриминационной по своему характеру ненависти, составляющая подстрекательство к дискриминации, вражде или насилию, и это идет в соответствии с конвенцией о геноциде с римским статутом, а также со статьей 20 Международного пакта о гражданских и политических правах. Дальше идут высказывания, которые могут быть запрещены, и это определяет статья 19, уважение прав и репутации других лиц или охрана государственной безопасности, общественного порядка или здоровья и нравственности населения. А внизу идут высказывания, которые должны защищаться, которые не должны никаким образом ограничиваться, и даже если это оскорбительные выражения, но не имеют в себе, не угрожают никому, не подстрекают к ненависти и к насилию, то даже если они оскорбляют, то за такие высказывания, преследования, тем более уголовное преследование, ведь не должно. Тут очень важная составляющая, это наличие публичной аудитории и наличие вот именно подстрекательства к действию. Это человек, там как раз написано, что пропагандирующий ненависть, но это может быть тоже человек, который высказывает какие-то так называемые экстремистические высказывания, пропагандирует, то у него вот должна быть вот эта публичная аудитория, должно быть вот это намерение к подстреканию этой аудитории к дискриминации вражде или насилию. И это очень важно, потому что, к сожалению, часто вот всякого рода санкций за высказывания, они применяются в случаях, даже когда человек просто не имеет большого влияния на других, сказал то где-то там в закрытом кругу или распространил какой-то пост в своем фейсбуке, где там у него тоже он не является какой-то вот влиятельным человеком и за такое тоже государство привлекают к ответственности. И такого быть нельзя, потому что вот именно очень важно наличие этого подстрекательства и намерению к этому подстрекательству. Есть вопрос в чатике от Львины, как и поделяется влиятельность в социальных сетях по количеству аудитории или еще по чем-то? Да, но это, да, это очень хороший вопрос, потому что, к сожалению, такого какого-то одного, одной практики нет. Вопрос вообще, как определять вот эти все моменты, вот как это, насколько это публично, не публично, это, конечно, вечный разговор и очень сложный. И, наверное, в Беларуси такое тоже происходит, что в случае, когда возбуждают уголовное дело, то суд обращается к каким-то экспертам внешним, каким-то часто лингвистам или к каким-то комиссиям, которые может вообще не особо прозрачно, кто там в этих комиссиях есть. Такое, к сожалению, происходит во многих странах. И из-за этого был разработан шести частичный тест в рабатском плане действий. Не знаю, вы знакомы с этим документом или нет. Рабацкий план действий. Если нет, то я очень советую тоже ссылкой поделимся. Да, конечно. Что это, это, к сожалению, это документ, который не имеет юридические силы. Это документ, который разработала в том числе наша организация, но с поддержкой Верховного комиссара по правам человека ООН и его офиса тоже поддержал это спецзакладчик ООН по вопросам свободы слова и рад других таких лиц. И этот рабатский план действий, он как раз затрагивает тему, вот как, в том числе, как определять, вот где вот эта грань, где вот высказывания, которые еще как бы могут быть без последствий, а где вот высказывания, которые уже надо, должны ограничиваться, и как суд вообще должен это определять. И в этом плане вот есть такой тест, он имеет шесть пунктов, и я вот тут меняюсь такая инфографика на эту тему. И этот рабатский план действий, он сам предлагает заключение рекомендации в связи с тем, что запреты должны касаться возбуждения, ненависти, дискриминационного толка на основе групповых признаков, связанных с расой, этничеством и религией. То есть это более связано с тем, что вот инсайтмент to violence, hatred, то есть те вот законы, которые касаются возбуждению ненависти или подстрекательству ненависти, насилию. Но отмечается, что тоже вот в плане экстремизма этот план, этот тест можно использовать. И этот тест определяет высказывание подлежащих преследованию в уголовном порядке, смотря на шесть аспектов. То есть сначала смотрим на контекст, то есть высказывание должно быть помещено в социальный, политический, экономический контекст. В частности, следует учитывать историю конфликтов с участием группы, против которой оно направлено, и ее преследований. И контекст это тоже очень важно в целом. Мне кажется, что это один из самых главных моментов, которые надо учитывать, потому что если вот так задуматься, то одно и то же высказывание в разных контекстах, в разных, не знаю, в разных странах, в разных обществах можете иметь совсем другие разные последствия, в одном может не угрожать ничему, потому что нету такой угрозы, а в другом может быть это очень серьезная угроза, поэтому контекст очень-очень важен. Дальше идет определение автора высказывания, то есть необходимо учитывать положение или статус говорящего в обществе, к примеру, не является ли он чиновником или религиозным лидером, политиком, каким-то человеком, у которого есть авторитет. Намерение дальше это следует установить, намеривался ли автор возбудить, подстрекать к чему-то и было ли это умышленно сделано, сознавал ли он, что его высказывания могут склонить аудиторию к каким-то действиям, то есть в целом смотреть на его намерение и насколько он осознавал вообще, что он распространяет. Содержание высказывания, то есть требуется уделить внимание тому, что именно было сказано с учетом формы, стиля высказывания и того, какие выводы из сказанного сделала аудитория. Дальше степень публичности высказываний, то есть необходимо учитывать, являясь ли высказывания публичными и какими средствами распространялись, а также их частоту, количество и их хват аудиторий. И это тут как раз то, что ваш вопрос касается, то есть к сожалению нету, не могу сказать точно какое количество и от чего где-то эта граница начинается уже, что это публично или нет. Это, к сожалению, с каждым кейсом суд должен разбираться отдельно и применять этот тест и смотреть на все эти условия отдельно и тогда вот это определять больше самому, чем с учетом каких-то экспертных комиссий или экспертов, не знаю, там обычно это бывают что из университетов разные эксперты, у которых есть совершенно разный опыт и многие из них вообще например не занимаются свободой слова только другими областями и не в состоянии учесть вот этих всех моментов. поэтому если это человек у него там не знаю там как у обычного человека 500 друзей в фейсбуке и он там какой-то пост расшаривает в этом фейсбуке, то конечно преследовать его за это что он подстрекает к экстремизму, терроризму было бы с нашей точки зрения неправильным подходом, да, но если это человек, который вот публичный вот известный и имеет влияние авторитет, это уже другое дело и это тогда возможно, что такие ограничения были бы правильными. Есть еще небольшой вопрос по шести, да, тут Альвина тоже спрашивает, там был первый пункт про действия, по действиям понимается, какие действия, причинение насилия, потому что я так понимаю, что это скорее в какой форме было самовысказывание. Вот в том-то идее, что высказывания бывают разные, и это да, это может быть вот такой прямой призр, да, вот давайте мы тут мы должны избавиться от всех этих людей, или мы должны сорвать вот это здание государственное, чтобы показать, что мы против этой власти, но это могут быть очень такие тоже спрятанные призывы, что вроде читаешь текст, и вроде там ничего прямым текстом нет, но весь этот текст, он явно вот призывает, да, это часто, это обычно могут быть какие-то там формы журналистские, да, там, эссе какие-то, там, мнения, вот, где, где, где можно очень так, где форма высказывания очень гибкая, и можно там метафоры использовать и так далее, и много передавать между строк, так что это, это тоже касается таких высказываний, это не значит, что должно быть прямым текстом сказано, что давайте вот это мы будем взрывать, или вот этих будем выгонять, но тоже могут быть такие более косвенные примеры, и они, конечно, сложнее, потому что суд тогда должен на основе этого теста пытаться разобраться, насколько вот это был призыв или не был, насколько он влиял, можно это, например, вот проверяя вот аудиторию, да, например, читателей, вот, как они это, вот, как часть из них, вот, как, что они чувствуют, когда они читают это, да, то есть не обязательно, чтобы был вот прямой какой-то призыв здесь, вот то, что вот с чего стоило начать, это то, что нету определения, нету одного термина, что означает терроризм, что означает экстремизм, что означает насильственный экстремизм, то же самое, что означает язык вражды, и это, конечно, все очень усложняет, потому что в периодах стран эти определения идут слишком широкими, и поэтому эти законы злоупотребляются. К сожалению, нету согласия на международном уровне, страны бы, многие бы не подписались под документом, который бы определял вот какие эти термины, поэтому есть во многих разных документах есть попытки определить эти термины, но они не обязывают никак этих всех наших государств. В чем проблема, что вот они часто оказываются взаимозаменяемыми, да, то есть сложно вот, часто сложно сказать, вот какая разница между экстремизмом и возбуждением ненависти, подстрекательством к насилию или даже терроризмом, и они очень часто действительно встречаются как взаимозаменяемые, добавляя еще может не то, что хаос, но сомнения, я бы сказала, вот для всех нас, кто этим, для правозащитников, для юристов и для судов, которые потом вынуждены принять какие-то решения. и есть разные дефиниции, например, стоит указать на замечание общего порядка номер 34, который идет к международному пакту о гражданских и политических правах. Там пишется вот то, что можете сейчас увидеть, что такие правонарушения, как поощрение терроризма, экстремическая деятельность, а также правонарушения восхваления, прославления или оправдания терроризма должны иметь четкие определения для гарантии того, что их применение не ведет к неуместному или несоразмерному вмешательству в осуществлении права на свободное выражение мнений. То есть видите, тут опять это часто так и идет, что пишется о том, что такие определения должны быть четкими, но не идет уже дальше помощь, что это значит, что должны быть четкими и как они должны звучить. Кроме того, следует избегать чрезмерных ограничений на доступ к информации, СМИ играют ключевую роль при предоставлении населению информацию о террористических действиях, поэтому нельзя допускать неправомерного ограничения их работы. И это, мне кажется, очень важное предложение, потому что бывает же часто, что хотя бы вот этот очень известный кейс недавно в России, где журналистку привлекали за... именно за свою работу она писала про теракт, а за это ее привлекли к ответственности. В связи с этим журналисты, да, они должны подвергаться наказаниям за то, что они законно выполняют свои функции. Я еще выбрала тут резолюцию с 2005 года, номер 1624, резолюция принята Советом Безопасности ООН, и она призывает все государства принять такие меры, которые могут быть необходимы и уместны, и будут соответствовать их обязательно по международному праву, чтобы законодательно запретить подстрекательство к совершению террористического акта или актов. И говорится там тоже о том, с чего мы начинали, что любые ограничения этих прав должны быть установлены законом и являются необходимы по причинам изложенных в функции третьей статьи девятнадцатой международного пакта гражданских политических правах. То есть тут я это выбрала, потому что опять тут важный момент, тут говорится про подстрекательство, то есть что не просто высказывание там или распространение какого-то поста в соцсетях, а вот именно намеренное подстрекательство к совершению каких-либо действий или актов. И об этом, к сожалению, очень часто на национальном уровне на это не обращается внимания. и очень интересный документ, хотя, к сожалению, он просто декларативный, то есть он не имеет никакой юридической силы, не обязывает никак государств, но является очень интересным в плане вот по ним, чтобы лучше понять вот вообще эту проблему и это совместная декларация о свободе выражения мнений и противодействий насильственному экстремизму, которая была принята специальным докладчиком ООН по вопросам свободы убеждений и выражения представителям организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ОБСЕ по вопросам свободы средств массовой информации, специальным докладчиком организации американских государств по вопросам свободы слова и таким же докладчиком Африканской комиссии по правам человека и народов по вопросам свободы выражения мнения. То есть это тоже такой достаточно широкий охват международных организаций и там пишется достаточно длительный текст пишется в том числе что они озабочены все более частым включением в национальные правовые системы широких и нечетких формулировок состава преступлений с установлением уголовного наказания за выражение мнения через ссылку на противодействие насильственному экстранизму и его недопущение вот это ПННЕ и захватом таких деяний как действия направленные против социальной сплочности оправдание экстремизма возбуждение социальной розни пропаганда религиозного превосходства обвинение представителей государственной власти в экстремизме оказание информационных услуг экстремистам хулиганство материальная поддержка терроризма восхваление терроризма и апологетика терроризма то есть тут то что интересно что они как раз перечисляют вот те нечеткие формулировки которые знакомые в нашем регионе вот есть такие есть такие законы и они вызывают ряд вопросов так как они нечеткие и слишком широкие и и так как мы уже много раз сказали нету одного на международном уровне определения этих явлений поэтому государства как хотят так и принимают вот так и определяют экстремизм и и другие дефиниции там дальше в этом документе я просто взяла то что мне показалось на сегодняшний день более интересным там идут общие принципы и первый из них что каждый имеет право искать получать распространять всякого рода информацию идеи особенно по вопросам представляющим общественный интерес включая вопросы касающиеся насилия и терроризма то есть тут опять вот особенно в случае когда вот СМИ журналистов привлекают или просто вот активных граждан которые вот тоже заинтересованы в этих вопросах и распространяют какого-то рода информацию на эту тему а потом их за это преследуют дальше что любые возможные ограничения на свободу слова должны отвечать признанным международным праве нормам для введения таких ограничений и это опять вот то что мы в самом начале упомянули то есть в порядке соблюдения таких норм государство должно четко прописать любые ограничения на свободу выражения мнения в предметом в установленном порядке законе и продемонстрировать что такие ограничения являются необходимыми и соразмерными задачами защиты законных интересов и дальше там идут конкретные рекомендации я выбрала одну что в отсутствие четкого и достаточно узкого определения понятий насильственный экстремизм и экстремизм они не должны использоваться в качестве предлога для ограничения свободы выражения мнения при введении любых ограничений мотивируемых требованиям и рамочной основой противодействия насильственному экстремизму и его недопущения следует наглядно демонстрировать их необходимость и соразмерность задачам защиты в частности прав других лиц интересов национальной безопасности или общественного порядка но к сожалению так как я сказала это просто декларация то есть все могут проигнорировать ничего с этим не сделать но она хоть показывает что действительно проблема с слишком широкой трактировкой этих понятий существует во многих странах еще одна рекомендация интересная что государства не должны ограничивать защищение актов угроз или пропаганды терроризма и других насильственных действий за исключением случаев когда самоосвещение преследует цель подстрекательства к насилию с большей долей вероятности представляет собой подстрекательство к такому насилию или когда налицо прямая и непосредственная связь между освещением и вероятностью совершения или совершением таких насильственных действий и это вот еще раз вот мы это уже обсуждали но это самый главный мне кажется принцип который очень часто нарушается потому что суды не доказывают того что была вот эта цепочка была вот эта связь и тогда вот во многих странах эти законы используются чтобы просто чтобы избавиться например от каких-то критических взглядов от активистов от оппозиции которые можно легко тогда обвинить в экстремизме или в возбуждении какой-то социальной розни или там по-разному это может называться вопрос еще один появился есть если четкие признаки пострекательства помимо прямого призыва совершить акт то есть что можно считать пострекательством нету такого документа который бы четко занимался вот самим вот определением и разбирал на на части понятие подстрекательства то есть я бы тут я бы все-таки тут сказала что вот лучше чем этого теста из райского плана здесь ничего пока не не придумали и и и и на это просто на каждый тогда на каждый кейс надо смотреть целостно смотря не только на вопрос подстрекательства а вот на все эти шесть компонентов но так как я уже говорила это это очень сложные вопросы потому что без четких вообще указаний вот о чем мы говорим без без этих терминов в международном праве на самом деле очень легко все все подвергается нашим каким-то субъективным тоже оценкам и очень сложно даже имея все эти тесты все эти все эту помощь для правоохранительных органов то это не значит что это все может идет безошибочно потому что вот из-за того что единого определения этих явлений нет то есть то о чем я говорю это только что может помочь но к сожалению нет ответа вот конкретно надо так что есть вот такие стандарты и надо делать именно таким образом это только может помочь определить вот серьезность данного высказывания а не к сожалению не решить вот именно точно с тем мы имеем дело к сожалению и дальше идет вот этот доклад специального докладчика по вопросу поощрению защиты прав человека и основных свобод в условиях борьбы с терроризмом я тут дала тоже название вот этот код этого документа по которому можно его найти и там написано что законы которые касаются призывов к терроризму должны быть ограничены подстрекательством к действиям которые имеют действительно террористический характер то есть видите это тоже ну вроде бы уже более конкретно да что действия которые имеют действительно террористический характер характер, но это про призыв к терроризму, а экстремизм еще более такой платный термин, который много чего может в себя совмещать, и это тоже как бы вот то, что я сейчас считаю, тоже нам не особо помогает, потому что тоже можно задуматься, что значит действительно там террористический или экстремический характер, что это значит, сложно об этом судить. Ограничивать свободу враждебнения не более, чем это необходимо для охраны государственной безопасности и общественной, это уже то, о чем мы сегодня неоднократно говорили, содержать точные формулировки, следует в частности избегать использования расплывчатых терминов, таких как восхваление или пропаганда терроризма или экстремизма, это тоже. Учитывать объективный риск того, что провоцируемый акт будет совершен, непосредственно учитывать, имел ли место умысел сделать определенные высказывания, равно как и умысел посредством этого высказывания спровоцировать совершение террористического акта. Но это похоже на рабатский план действий, по другими словами можно. Поэтому я это взяла, чтобы показать, как разные документы одно и то же, на самом деле, только другими словами говорят. И там идет еще определение, что значит подстрекательство к терроризму. Они предлагают, что это преступление заключается в умышленном и противозаконном распространении или направлении иным образом обращения к общественности с целью подстрекательства к совершению террористического преступления, если такое поведение, являющееся или не являющееся прямой пропагандой террористических преступлений, создает угрозу того, что такое преступление или преступления могут быть совершены. То есть опять-таки вот это не отвечает на ваш вопрос, что вот именно конкретно значит, как определять, как оценивать, как взвешивать подстрекательство. Но других, к сожалению, более четких таких параграфов определениями в этих документах не найдем. И еще хотела обратить внимание, так как уже вот тоже почти уже заканчиваем, на документ, который не является международным стандартом, к сожалению, по крайней мере еще нет. И был тоже разработан нашей организацией еще в 95-м году. Ну не только нашей, там был ряд экспертов всего мира, но наша организация как бы была лидером вот этой всей дискуссии. И разработали так называемые йоханнесбургские принципы, которые как раз занимаются вопросом национальной безопасности и свободы выражения мнения. И я тоже взяла тут несколько таких моментов из этих принципов, где говорится, что никакие ограничения свободы выражения или информации не могут вводиться под предлогом защиты национальной безопасности, если только правительство не продемонстрирует, что такое ограничение предусмотрено законом и необходимо в демократическом обществе для защиты законных интересов национальной безопасности. Очень интересный принцип шестой, который говорит о выражении мнений, представляющих угрозу национальной безопасности. И там пишется, что человек может быть наказан за выражение своего мнения как угрожающей национальной безопасности, если правительство может продемонстрировать, что выражение мнения имеет целый призыв к насильственным действиям, может привести к таким насильственным действиям, имеется прямая и непосредственная связь между данным высказыванием и вероятностью или возникновением таких насильственных действий. И, в принципе, номер семь – выражение мнений, находящиеся под защитой, и осуществление права на свободу выражения мнения не должно рассматриваться как угроза национальной безопасности или подвергаться ограничениям или наказанию. Выражение мнения, не составляющее угрозу национальной безопасности, включает, но не ограничивается высказываниями, которые… И тут идет список. Выступают за ненасильственное изменение политики правительства или смену самого правительства, представляют собой критику или оскорбление нации, государства или его символов, правительства, государственных ведомств или государственных и общественных деятелей, а также зарубежной нации, государства или его символов, правительства, представляют неодобрение или пропагандируют неодобрение по вопросам религии, свободы совести или убеждений против призыва на военную службу или военной службы как таковой, конкретного конфликта или угрозы применения силы для разрешения международных споров, направлены на передачу информации о предполагаемых нарушениях международных стандартов прав человека или международного гуманитарного права. И дальше, да, что никто не может быть наказан за критику или скорбление нации, государства или его символов правительства и так далее. То есть то, что тут более конкретно уже исходя с практики, идет это перечисление, потому что можно заметить, что есть государства, правительства, которые именно привлекают своих граждан за экстремизм, только потому, что они критикуют это правительство или оскорбляют каким-то образом это правительство или символы и так далее. То есть тут очень четко идет то, что вот никак не имеет связи с национальной безопасностью и не должно вообще обсуждаться, как возможно, против этого, чтобы можно было вводить какие-нибудь санкции. Но так как я сказала, это просто принципы разработаны общественными организациями, экспертами, а такого вот нигде не прописано в международных стандартах по правам человека. И поэтому можно это на только ссылаться вот в надежде, что правительство вот принято это во внимание, но ничего больше, к сожалению, ожидать невозможно. И вот, да, вот как бы заканчивая еще эту тему, экстремизм, законодательство по экстремизму часто включает в себя разные виды деятельности и понимается очень широко. То есть, например, такое есть в России, что экстремистское законодательство, оно охватывает в том числе и вот богохульство, то есть оскорбление чувств верующих туда входит, тоже записи связанные с отрицанием исторических событий или, иначе говоря, просто имея другое точку зрения насчет неких исторических событий, или тоже часто в это входит вот защита государства и представителей власти. И очень важно говорить о том, что это неправильный подход, то есть международные стандарты нигде не говорят о том, что вот эти явления могут быть в составе вот экстремизмского законодательства, а они не бывают в этих законах. И вот тут, может, в конце было бы интересно, вот как раз, может, я нас тут тебя спрошу, вот я просто уже немножко не помню, вот как это в Беларуси вот выглядит. Я знаю, что у вас точно нету этого оскорбления чувств верующих. Ещё нет. Ещё нет, да. Но это же тоже у вас очень широкий такой... Да, ну вот у нас последние изменения были связаны с реабилитацией нацизма, например, что тоже в каком-то смысле можно говорить, что это связано с историческими событиями и с трактовкой исторических событий, но это может не про... Ну, хотя это может как отрицание в том числе считаться, и у нас есть отдельная уголовная ответственность за, там, оскорбления представителей власти, там, и отдельных служащих, то есть про это тоже сегодня в презентации буду немножко рассказывать, то есть вот эта часть у нас, к сожалению, есть. Ещё вот про то, что ты пока говорила, у меня такая мысль возникла про то, что почему все вот эти хорошие документы, которые бы помогли оценивать ситуацию с точки зрения международного права, всё-таки часто не имеют обязательно силы, что мне кажется, что государством самим и выгодно принимать такие документы и подписывать, потому что, ну, сейчас, там, тоже экстремизм, и используются очень часто в интересах государства, чтобы преследовать кого-то с другим мнением, и это удобно, и если бы они брали на себя такие обязательства, как, там, что-то прямого действия, то было бы для них немножко сложнее это делать. Это такая общая тенденция. Я так понимаю, что в ближайшее время ожидать принятия таких международных документов, на которые ссылаться нам будет сложно, но, с другой стороны, вот есть, как минимум, факт, на который мы хоть как-то можем ссылаться, и который для нас должен в идеале иметь обязательную лидическую силу, но, опять же, Белоруссия связь специфика, тоже про это буду немножко рассказывать. Спасибо большое за этот общий обзор. Действительно, если бы стало понятно, что и термин экстремизма нету, и прям их, может быть, норм нету, но всё равно нам есть на что ссылаться, и всё равно что-то стоит использовать, и в самом случае это лучше, чем доверять, не знаю, нашим экспертным комиссиям каким-нибудь, да, и выстраивать лидическую аргументацию, ссылки на международные документы всегда очень важно. Всем добрый день. Меня зовут Наста Лойко, и в нашей серии вебинаров мы как раз продолжали разговор про антиэкстремистское законодательство в Беларуси. Первая часть, самая важная, было, наверное, такое введение про международные стандарты. К сожалению, обороты практики использования антиэкстремистского законодательства начинают увеличиваться, и, наверное, сейчас важно разговаривать про то, какие аспекты, что надо знать всё-таки про особенности антиэкстремистского законодательства в Беларуси, чтобы потом уже перейти к каким-то практическим элементам. Что, в принципе, в себя включает этот термин, как у нас это регулируется, может быть, на что можно ссылаться, если мы сталкиваемся с такими делами. Я всё-таки начну с такой общей вводной части, посвящённой именно международным стандартам, конституционным основам регулирования отдельных прав, которые могут затрагиваться в связи с регулированием антиэкстремистского законодательства, и потом уже перейти непосредственно, что у нас входит в этот термин, какое законодательство регулирует, какие статьи, каких кодексов туда входят, и в чём есть проблемы именно законодательственного регулирования. Возможно, эта информация будет интересна тем, кто сталкивается с этими делами в своей адвокатской или юридической деятельности, и если вам нужны дополнительные аргументации на то, что стоит ссылаться, и если вы готовы выстраивать какие-то стратегические линии защиты в том, чтобы менять и практику, и само законодательство, ведь все эти элементы мы сегодня будем затрагивать. Во-первых, конечно, хотелось бы начать с международных стандартов, и, конечно, мы немножко про них говорили, но хочу провести параллель между уровнем международного права, то, что Республика Беларусь рацифицировала, к чему присоединились, и что, в принципе, носит обязательно у нас характер. К сожалению, на практике, да, в юридической своей практике мы не так много это используем, но лично мой тезис, как человек, который занимается защитой прав человека, кажется, очень важно все-таки поднимать уровень правовой культуры, в том числе и следователей, и судей, и всех, с кем вы взаимодействуете, потому что в международном праве есть очень большой потенциал для защиты базовых прав. К сожалению, не всегда мы это можем найти на национальном уровне, поэтому единственное, что нам остается, ссылаться именно на международные стандарты прав человека, и в том числе заставлять там все органы изучать эту сферу и постепенно, чтобы они начинали принимать ее на практике, потому что рано или поздно это станет частью нашей правовой реальности, поэтому надо что-то делать, чтобы это случилось как можно скорее. Во-первых, хотелось бы показать статью 22 международного факта о гражданских и политических правах, которая присоединилась там еще в составе БССР, когда было, и понятно, что это очень важный для нас документ, который в том числе дает для нас возможность обращения с индивидуальными заявлениями в комитет по правам человека, и на что можно ссылаться. Так вот, статья 22 говорит про право на свободу ассоциаций, это право сдавать в профсоюз, заступать в таковые для защиты своих интересов. Мы рассматриваем статью в аспекте того, что дальше у нас будет определенная ответственность в преследовании за так называемые экстремистские формирования, и вот всегда надо видеть эту границу между правом на свободу ассоциаций. И пункт второй этой статьи говорит про то, в каких случаях все-таки можно ограничивать это право, и говорит про то, что должна быть предусмотрена законом процедура, и что это должно быть очень необходимо в тематическом обществе и в определенных интересах. государственная или общественной безопасности, общественного порядка, охрана здоровья, нравственности населения, защиты права и свободы других лиц. Это значит, что нельзя ограничивать просто так право на свободу ассоциаций. Если оно ограничивается, то должно быть очень четко прописано в законе, в каких случаях все-таки эти ограничения наступают. Потом мы посмотрим на белорусское законодательство, если говорить про экстремистские формирования, экстремистские организации, то насколько прописано это у нас. Это сразу, наверное, такой мостик. Во-вторых, я очень люблю ссылаться на статью 2. Она, мне кажется, часто недооценена в факте про эффективные средства правовой защиты. Это та обязанность, у которого есть государство создать нам этот эффективный механизм правовой защиты. И если говорить про антиэкстремистское законодательство, то там почти на каждом шагу есть проблемы с этими эффективными правовыми механизмами защиты. Признать населы экстремистские, мы не можем нормально это обжаловать, мы не можем предоставить альтернативную экспертизу, у нас нету часто каких-то полномочий. То же самое с уголовными делами зараживания вражды и ненависти, ну и так далее. Опять же, будем про это разговаривать. Вот это право у нас есть, и это обязанность государства создать эффективные органы, чтобы это было право на защиту любого лица, чтобы это не принесло никаким ограничениям. Если мы говорим про конституционную защиту, свободу выражения мнения, экстремизм очень часто называют что-то, какие-то мнения, какие-то убеждения, идеи, которые очень не нравятся. И опять же, надо всегда возвращать и пробовать показывать, где эта граница между защитой, свободой выражения мнения и где все-таки можно ограничивать это право, а где нельзя. Так вот, в Конституции Республики Беларусь идет такая трактовка про то, что гарантируется свобода убеждений, их свободное выражение, никто не может быть принужден к поражению своих убеждений и отказу от них. Монополизация средств массовой информации государства, общественным деянием, отдельным гражданам, а также цензура не допускается. Это статья 33. Опять же, когда уже начинается цензура и то, что происходит, можно будет посмотреть на практике дальше. Еще в Конституции есть вот эти моменты, связанные с ограничением. Например, статья 4 запрещает идеологию политических партий, религиозных и общественных объединений и социальных групп в качестве обязательных для граждан. Тут же можно вспомнить предмет про идеологию белорусского государства. Тем не менее, вот такой пункт в нашей Конституции есть. Статья 5 запрещает создание и деятельность политических партий, равных других общественных объединений, имеющих цели насильственного изменения конституционного строя, либо ведущей пропаганды байды социально-национальной, религиозной или расовой возражды. Эта норма пересекается во многом с международными конвенциями, которые говорят про дискриминацию. И, конечно, понятно, что для этого есть определенные основания, но, опять же, должна быть хорошая, понятная правовая процедура. Да, и насильственные изменения конституционного строя имеется в виду, когда насильственным путем пробуют что-то изменить, и, к сожалению, такие похожие статьи в Беларуси же используются, но вот насколько они имеют место, можно будет посмотреть. И одна из моих любимых статей Конституции, статья 23, говорит про то, что если все-таки в каких-то случаях ограничивается права и свободы, то это должно быть только в определенных причинах, в определенном списку, и не должно быть никаких преимуществ или привилеек. И причем очень важно, чтобы было очень четкое объяснение, почему именно в этом случае эти права и свободы ограничиваются. Что же касается непосредственно антиэкстремистского законодательства, то сам термин экстремизма и сам этот комплекс законодательства появился в Беларусском законодательстве не так давно. Только с 2007 года был принят закон о противодействии экстремизму. Как мы уже знаем, в международном праве есть большие проблемы с определением экстремизма, терроризма, то есть, правда, это достаточно произвольные термины, но международное право всегда требует, чтобы все-таки очень четко уточнялось и не было произвольной трактовки каких-то вещей. Если мы говорим про наш Беларусский закон, то стороны правозащитников есть очень много претензий к нему. Ну вот, во-первых, первый вопрос, которым задавались, это вообще, почему этот закон был принят. Если честно, очевидного ответа не нашли. То есть, я, к сожалению, не знаю аргументацию, по какой было принято. Те аргументации, которые я читала про изменение закона потом, они выглядят очень неубедительными. То есть, я понимаю, если бы была ситуация, что вдруг резко рос ненацистские движения в Беларуси, которые приводят к поступлению на почву ненависти, и тогда я понимаю основания, почему какие-то меры нужно предпринять. Что происходило такого в 2007 году, что стимулировало преднятие такого законодательства, непонятно. Но кажется, что очень много тенденций в нашем законодательстве берется именно из российского законодательства. Потому что, например, в Украине, например, вы не найдете такого закона отдельного, который про это говорит. И все спокойно при этом выживают. Так вот. В данном законе определение экстремизм дается через большой перечень действий уже запрещенных в уголовном кодексе о некорсовом национальных правонарушениях. То есть, вообще интересно, что взяли, смешали многие вещи в этот один термин, и в этом сразу можно увидеть опасность. Но более подробно сейчас посмотрим. Вот. И опять же, хотелось бы отметить, что во многих международных нормах речь идет о насильственном экстремизме, когда что-то не просто пропагандируется, а именно стермент насилия, призывы к насилию или даже насильственные действия. Белорусский закон противодействия экстремизму в себя включает очень многие вещи, не связанные с насилием. Например, если мы посмотрим республиканский список экстремистских материалов, то там есть достаточно смешные вещи, которые вряд ли можно как-то сырыть с насилием. Понятно, что, например, тот же Адоль Питер был не самым приятным историческим персонажем, но его портрет вряд ли сам по себе может быть призывом к насилию, но даже он внесен в этот список. Ну и термин «экстремизм» в белорусском законодательстве включает и терроризм, что очень усиливает, наверное, в каком-то смысле его роль и запутывает всех еще больше. Тем более, что в Беларуси есть отдельное законодательство теористическое, которое тоже недостаточно четкое, но поскольку практики не так много, мы пока на этом не будем останавливаться. Так вот, закон о предъявлении экстремизма дает следующее определение, которое лично мне очень нравится. То есть экстремизм, как экстремистскую деятельность определяют через деятельность, что уже не совсем понятно. И если это хранение неактивное даже какое-то действие, то это тоже считается деятельностью. То есть это может быть как людей, так и политических партий, других общественных объединений, даже организаций, по планированию, организации, подготовке, совершении действий, направленных на. И дальше идет большой-большой список всего, что так либо иначе пересекается с тем, за что уже есть ответственность в Кодексе института повношения, либо в Уголовном кодексе, но иногда и нет. То есть мы сейчас посмотрим, что за некоторые действия, которые включают экстремист, ответственности в белорусском экстремисте нет. Что тоже интересно, как это вообще соотносится и как это все придумано. Так вот, эта деятельность должна быть направлена на насильственное изменение конституционного устроя и литературальные ценности Республики Беларусь. И тут же я дописывала комментарий и пробовала каждый из этих кинетов закона против действия экстремистов соотнести с Уголовным кодексом Республики Беларусь. Так вот, для данного пункта в редакции Уголовного кодекса предусмотрена уголовная ответственность по статье 357 «Заговор или иные действия, совершенные с целью захвата государственной властью неконституционным путем». Как видим, неконституционный, как бы заговор, действия государственного неконституционным путем и насильственного неконституционного строя это все-таки достаточно разные формировки, которые не очень близки. Вот следующий пункт закона, когда захват или удержание государственным государственным путем, это уже немножко ближе к этой трактовке Уголовного кодекса. Но при этом у нас нету отдельной ответственности ни в Уголовном кодексе, ни в КААПе про насильственные изменения территориальной целостности. То есть за это у нас не предусмотрено, хотя, как видим, в законе про действие экстремизма про это идет разговор. Дальше. Создание и организация учтения экстремистской деятельности, есть экстремистской организации, экстремистской группы, дали экстремистского формирования. Такое общее название для всего этого дается экстремистское формирование. Ответственность за это уголовное была введена только с 2016 года, это статья 361 Прим. Ответственность за руководство формированием или его структурным подразделением. и есть создание экстремистского формирования. И там и создание, и именно за руководство. Такая специфика. Создание незаконно вооруженного формирования. Про это есть ответственность. И была всегда 287 статья о создании незаконно вооруженного формирования. И до 2016 года ввели еще одну статью участие на территории иностранных государств в оборуженном формировании, в оборуженном конфликте, военных действиях, рабовка или подготовка лиц к таким действиям и к такому участию. И это уже разговор про статью 361 3, который часто используется в отношении людей, которые, например, воевали в Сирии или в АТО с любой из сторон. То есть иногда людей задерживали, собрали дела и давали достаточно большие сроки. То, что активно практикуется, к сожалению, все эти дела проходят в открытом режиме и у нас как бы глубинной информации по ним нет. Следующий пункт. Значит, действия направлены на изучение террористической деятельности. То, что уже говорилось, что очень сильно мешается термин экстремизм-терроризм, чтобы, наверное, усилить и как-то запугать в саму подходу. При этом у нас есть закон о борьбе с терроризмом 2002 года, где террористическая деятельность в том числе трактуется как пострекательство к акту терроризму, пропаганду идеи терроризма в состоянии или представления материалов или информации, призывающих в течение террористической деятельности обосновывающих или оправдывающих необходимость учрения такой деятельности инновационного либо иного пособничества планирования подготовки для совершения акта терроризма. Это статья 3. И там написано, что при проведении контррористической операции не допускается распространение информации в служащей пропаганде или оправдании терроризма. То есть, фактически, тут сразу ограничивается доступ к информации по определенным вопросам. И плюс мы видим, что даже там какие-то оправдания терроризма по идее не запрещаются. При этом, в отличие от России, у нас нету отдельных статей Уголовного кодекса оправдания терроризма, что там активно практикуется. Здесь пока мы видим просто, что это запрещается на уровне закона о борьбе с терроризмом, но как бы дальше пока это не пошло. И, наверное, это не самый лучший путь, чтобы это было загреблено. В то же время в Уголовном кодексе есть ответы за акт терроризма в отношении представительной страны государственной международной организации, акт международного терроризма, просто акт терроризма, угроза совершения акта терроризма и еще появляется с 2014 года Организация деятельности, Электрическая организация и участие в деятельности в такой организации. Статья 295. И статья, тоже сейчас, к сожалению, не вижу, про Организацию для ощущения теоретической деятельности либо участия вне. То есть вот эти две статьи, они имеют большое значение. Статья 294. Так, далее. О разжигании расы, национальной религиозной либо иной социальной вражды или розни. Да, вот это одна из моих любимых статей, за которой мы активно наблюдаем в ходе в судебные заседания. Это статья 130 Уголовного кодекса, которая звучит как разжигание расы, национальной религиозной либо иной социальной вражды или розни. И еще добавили тогда на реабилитацию нацизма. Про нее мы поговорим отдельно, то есть там называют очень много критики про то, за что, где границы между административной ответственностью, где уголовной, про то, почему-то экспертизы все решают. Сам суд вообще не оценивает то, что было, не оценивает дикотекстовое указывание, реальные социальные угрозы и много вещей, которые противоречат рабатскому плану, международным стандартам. Вообще-то очень много критиков вызывает любое привлечение к уголовной ответственности по этой статье, с учетом, что людям дают реальные сроки, там до 5 лет, и это, конечно, очень плохая практика. Количество таких дел каждый год у нас немножко возрастает, то сейчас они доходят где-то в районе 10 людей каждый год привлекают к ответственности, и в том числе сейчас есть заведенные актуальные уголовные дела. Так, дальше. Организация учтения массовых беспорядков, хулиганских действий, актов вандализма, по мотивам нравства, национальной звездной, либо иной социальной вражды, либо розни, политической и физиологической вражды. Удомитая статья 293, которая использовалась после разгона площади 19 декабря 2010 года, используется сейчас в 2020 году. То есть понятно, что это как бы очень странная статья, потому что отдельные ответственности за хулиганские действия или акты вандализма они предусмотрены. Но есть квалифицирующие признаки в нескольких статьях с таким мотивом, например, что это не совсем прямо так звучит в нашем уголовном кодексе, но при этом в законе про действие экстремизма мешали все в одно. То есть массовые беспорядки, и хулиганские действия, и акты вандализма по мотивам определенным. То есть все, что не нравится, хотя очевидно, что мотив вандализма и мотив хулиганский это совсем разные мотивы, и звучит, ну, не очень убедительно. Дальше. Пропаганда исключительности превосходства либо непонятности граждан по признаку эксоциальной расы, национальной, религиозной или языковой перенадлежности. Есть такая формировка в административной, за которой есть административная ответственность, пропаганда и публично демонстрирование распространения нацистской символикой этой бутики, статья 17.10 КАП, и отдельно наша любимая статья 17.11 КАП распространение, изготовление, хранение, перевозка информационной продукции, сожжащей призывы к экстремистской деятельности о языках, то есть публичное оскорбение по ручению государственных ведущих национальных языков, создание препятствий и обозначения пользования ими, проповедь вражды на языковой почве. Что такое национальные языки? Конечно, в белорусском законодательстве не подписано, но языковая принадлежность это, наверное, вот такая уникальная часть, которая есть в нашем законодательстве и отдельные признаки, которые появляются именно здесь. То есть, например, в уголовном фодексе, когда перечисляются основания, такого основания нету, но вот есть отдельная ответственность в Крапе. С нового. Реабилитация нацизма, пропаганда или публично демонстрирование изготовления нацистской символики или атрибутики. Равно хранение такой символики. Что такое символика или атрибутика недавно урегулировали более-менее как будто бы одним из постановлений, но в целом, конечно, публично демонстрирование и вот эта статья 17.10, это очень близко что к нему, но опять же, нет четкой границы между реабилитацией нацизма в статье 130 Уголовного кодекса и административно ответственность за демонстрирование символики в статье 17.10. Конечно, большая проблема. Другая большая проблема про то, что при этом нацистскую символику можно демонстрировать, например, в культурных или образовательных целях, а экстремистских материалов уже нельзя, хотя как бы в списке экстремистских материалов много и нацистской символики, что, наверное, противоречит само по себе. следующее, как раз в усилии системе возрасте зданий, grew up в целях распространения у нас же есть ответственность даже за сам факт хранения и даже затяжающий с призывом и за это есть ответственность, то есть фронтурные недостаточно четко пересекаются с ответственностью. Следующий пункт действия правовоспрепятствия законодействий государственных органов, в том числе центральной избирательной комиссии, в том числе здесь есть совершенность с применением насилия, угрозы во применение обмана, подкупа. Равно на применение насилия либо угрозу насилия в отношении близких должностных лиц в следах воспрепятственной законной деятельности. За это у нас ответственности отдельно нет. Есть статья 191-го уголовного кодекса про воспрепятствование избирательных прав, права на участие в френдуме, либо реализация права законодательной инициативы граждан, либо работе центральной комиссии по выборам и проведению референдуму, комиссия по референдуму, комиссия по людей голосования и отзывы депутатов. То есть, как видим, в Уголовный кодекс встает немножко другой список, то есть заговор идет только про избирательную часть, а тут имеется в виду действие всех государственных органов. Следующее действие. Направление финансирования экстремистской действия. Иное содействие, в том числе, путем предоставления недвижимого имущества, электросвязи, учебных материалов или информационных услуг. Да, что такое информационные услуги в законодательстве не пишется. Экстремистская деятельность, иное содействие, информационные услуги можно адресовать очень широко. То есть, есть даже отдельная ответственность уголовная. Статья 293 Уголовного кодекса финансирования теоретической деятельности 2006 года. Статья 361.2 финансирование деятельности экстремистского формирования, тоже не так давно. 2011 года у нас есть статья 369.2 получение иностранной безвознанной помощи в совершении нарушений и законодательства, получение и равнохранение перемещения странной безвознанной помощи за учтение экстремистской деятельности из других тех не затворященных скандальстовом где Республики Беларусь. Но вообще, вот это отвесно за получение иностранной безвознанной помощи наступает не только за деятельность Причем, что процедура регистрации иностранной безусловной помощи в процедуре очень сложная, почти нереальная по многим вопросам, например, связанная с правильным человеком. Публичные призывы к деятельности действиям указаны в пунктах выше, то есть отдельно еще есть пункт про все эти публичные призывы. Причем у нас есть две статьи, то есть есть отдельная уголовная ответственность за призывы к захвату власти или насильственной измене государственного строя, статья 361. И там есть отдельно про то, что публичные призывы к захвату государственной власти, насильственной измене государственного строя или измене государства, решение акта терроризма или диверсии, совершение их действий. Либо распределение материалов, содержащих таких призывов, это в первой части. И обратите внимание на список деяний, попадающих под действие той статьи, открытые, то есть и другие действия. И также есть широкая трактовка про направление на причине иностранной безопасности, то есть что это такое. И есть близкое к статье 356 Уголовного кодекса про измену государства, либо иное оказание помощи иностранному государству, международной либо иностранной организации или представителям проведения деятельности, направленной на причине грейда на основной безопасности. То есть разница, на самом деле, в санкциях, а по формированию они очень близкие и, наверное, очень тяжело следователям решать, по какой статье все-таки привлекать. И также там есть пункт, например, направленный на публичные призывы к деятельности действия указанных в пунктах выше. То есть если мы призываем к чему-то, что есть в этом списке, то, опять же, вторая часть про 17.14, про незаконное изготовление или распространение методик, либо иных материалов о способах изготовления взрывных устройств и взрывчатых веществ. Заговор идет про так называемые коктейли Молотова, и то есть если распространять информацию, которую вы сделаете, это уже будет попадать под действие ст. 17.14 КАП. Поэтому надо быть осторожным. Особенность наше право регулирования является то, что в Беларуси не криминализовано участие экстремистских организаций. То есть то, что я озвучила, есть ответственность за создание и руководство, но нет ответственности за участие. При этом нет списка организаций, и у нас есть список политических организаций, в котором нет ни одной белорусской организации, но 27 декабря 2011 года было внесено постановление Министерственных дел об установлении перечня организационных структур и их символики атрибутиков, где попытались ставить список нацистских организаций. Это все как бы нацистские организации исторические, вместе с пунктами этих организаций, то есть актуальных организаций, которые были, можно сказать, не нацистских, тем более, которые отдельно созданы в Беларуси. И, например, тут нет российской национальной ВДС, которые во многих странах тоже признаются экстремистскими, но у нас они в список не попали. Нормы предупреждения экстремистской деятельности. Это есть отдельная полномочия в законе о противодействии экстремизма, в законе об основе деятельности профилактики правонарушений, есть полномочия проводить профилактические мероприятия по предупреждению экстремистской деятельности. И активно этим пользуются. Есть статья 9, которая признает вынесение предписаний со стороны прокуратуры в основе нарушения. И статья 10 — официальное предупреждение. Официальные предупреждения могут выноситься в государственные органы профильные, которые занимаются темой экстремизма. И только в отношении организаций нужно предприниматься СМИ, когда обнаружили какой-то экстремистский контекст. Это все можно обжаловать вышедающему прокурору или в суд. И действие предупреждения невозможно приостановить. Так вот, официальное предупреждение выносится уже самим профильным органам про действие экстремизма, только это ГУБОПИК. То есть, если предупреждение в шоке органа, то официальное предупреждение только ГУБОПИК. Не только организациям, индивидуальным предпринимателям, но и гражданам при выявлении признаков подготовки к экстремистской деятельности. То есть, если человек ничего не сделал, но какие-то признаки они как будто бы выявили, то за это надо вынести официальное предупреждение. То есть, формировки очень странные. Из практики, насколько я знаю, что когда людей вызывают и предупреждают это описывать, им обычно говорят, ну вы же сами понимаете, что вы делаете не так. То есть, никакой конкретики обычно не звучит. То есть, это работает просто на запугивание и никакой правовой нормальной процедуры. Из-за этого нет юридических последствий таких официальных предупреждений и предписаний. То есть, это просто угроза. Значит, преследования высказаны в рамках уголовного законодательства. Здесь мы говорим про статью 130 Уголовного кодекса «Прожигание расы национально-изблизиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитации нацизма». То есть, я как раз приведу за статья, то есть, умышленные действия направленные, то есть, должны быть умышленные действия, которые направлены также на реабилитацию нацизма. И мы видим большой срок до 5 лет лишения свободы. Если с насилием либо совершенно достанным лицом исполнят полномочия, то от 3 до 10 лет. И группой лиц по неосторожности смерть человека либо иные тяжкие последствия, то лишение свободы от 5 до 12 лет. То есть, это достаточно серьезное наказание. То есть, понятно, часть 2 и 3, она уже обычно сопряжена с насилием. Но часть 1, это может быть просто публикация в социальных сетях, которые вот таким образом человек может получить 3 года, что на практике тоже бывает. В том числе, до 5 лет. Статья 361. Призыв к действию направленное причинение преданциональной безопасности. Публичные призывы к захвату государственной власти или настринственную изменение государственного строя, или изменение государства, или совершение акта терроризма и диверсии. То есть, тут достаточно это по части 1. И также с использованием средств насилием информации или губальной культурности интернет, часть 3. С 2010 по данной статье не было привлечено к людей. Но сейчас практика этого возвращается. Этот код принесет нам много сюрприза. Значит, по причинам рамка кодосновательных нарушениях предусматривают уголовное ответственность разжигания вражды или розни, в том числе признаку языковой принадлежности. То, что я уже говорил, то есть 9.22 статья. Которая отдельно прописывает, что есть еще статья 22.9. Кап нарушение законодательства средств массовой информации. И если незаконное изготовление и распространение продуктов средств массовой информации, и в том числе, если они распространяют информацию, распространение, которое запрещено. То есть вот прямо так и прописано. Тогда можно наступать ответственность. По статье 17.10. Пропаганда любопилечной демонстрирования нацистской символики и атрибутики. Важно посмотреть примечанием, то есть не является административным правонарушением. публично демонстрирование, изготовление и распространение символикой атрибутики, равнохранение и приобретение символикой атрибутики в целях, распространение физическим лицом, математическим лицом, пришление в соответствии с законодательством деятельности в области театрального, музыкального, циркового, изобразительного искусства, периодичного дела, иммунографической деятельности, музейного дела, организации и проведения культурно-звездочных и иных культурных мероприятий, издательского, делообразовательного, научно-действительного коллекционирования культурных ценностей, средств массовой информации при отсутствии признаков пропаганды нацистской символики или атрибутики. То есть непонятно в данном случае, пропагандируется или нет. То есть формировка достаточно специфическая, но она как бы оставляет за собой какую-то возможность, может быть, объяснение, почему это используется. При этом, как я уже говорила, в статье 17.11 Кодексу информационного нарушения про экстремистские материалы таких ограничений нет, но оно, причем с серьезными последствиями, если материал уже в списке, то ответственность будет до 15 суток административного ареста, в том числе с возможностью конфискации предметов, с помощью которых это было создано или распространено. Значит, вот как раз подходим к тому, что с 2007 года было на основании постановления Совета Министров 23 апреля был создан республиканский список экстремистских материалов, которые запубликуются в сайте Министерства информации. Только с 2014 года были созданы специальные республиканские областные и городо-минско-экспертные комиссии по ценам эмоциональной продукции на предмет наличия и отсутствия признаков проведения экстремизма. Причем эта комиссия остается при Министерстве информации, состав входят представителей государственных органов и организаций, специалистов в ассоциологии, филологии, психологии и инксфер деятельности на неоплачиваемой основе. Персональный состав экспертной комиссии утверждает Совет Министров и преобластных исполкомов в сфере региональной комиссии. Мы знаем, что в республиканскую входят 21 человек, областных комиссий нам отказались рассказать, и в профильных публичных органах государственных сайтах информации нет. Что это зависит нам непонятно. Мы скорее можем узнать по отдельным экспертизам. Основное проведение экспертизы может быть обращение государственных органов, организаций, общественных объединений, взаимных предпринимателей туда. То есть если они видят какую-то продукцию, могут обратиться, но физические лица не могут делать, но можно через эти органы попробовать передать или попросить в какую-нибудь организацию. Значит, на протяжении 30-30 дней они знакомятся с материалами, могут продлевать на 20 дней и выносят экспертное заключение комиссии, которое может обжаловать заинтересованную стороной в судебном порядке. Я знаю только один случай обжалования, когда Вечерний Могилев обжаловал через экономический суд города Минска и поступало всего в экспертную комиссию. Вот у нас из 2015 по 1 мая 2019 года к ним приходило 242 обращения. С ответов, которые мы писали, когда пробовали про них собрать побольше информации, экспертная комиссия не обладает какой-либо специальной, тем более единой методики проведения экспертизы национальной продукции. Метология исследования зависит, прежде всего, от объекта экспертизы и предмета исследования. И важно, что они сами понимают, что экспертная комиссия не дает правую оценку следуем объектам и действиям. То есть они рассказывают просто мнение о признании национальной продукции с признаками экстремизма и экстремистским материалом относится к интенсии суда. Но, к сожалению, на практике суды в своих решениях будут именно решение этих экспертных комиссий и получается немножко замкнутый круг. Значит, на начале февраля 2020 года в списке экстремистских материалов была ссылка на 151 судебных решений. То есть сейчас их гораздо больше. Например, есть решение, точно мы знаем, что есть материалы, которые были признаны экстремистскими, но в республиканской списке нету. И опять же, в феврале 2020 года были признаны экстремистскими около 670 материалов. То есть это уже достаточно большой список. Это вот такая базовая информация, которую я хотела рассказать про то, какие особенности нашего законодательства, в чем оно заключается. И, конечно, у нас есть достаточно много претензий к тому, как оно прописано, как оно используется на практике и что оно чрезмерно ограничивает свободу статус, свободу высказывания. И, конечно, по нашем подходе законопротиводействия к ним должен быть просто отменен. И должны быть разработаны комплексные меры противодействия дискриминационным практикам. Лучше бы приняли антидискриминационный закон профильный, который больше бы защищал уязвимые группы, а не пробовал таким образом просто решать какие-то точечные проблемы, комплексные, не мешать в одну кучу понятий терроризма и топикам. Но, в общем-то, многими вещами, я думаю, можно понять и знакомиться на практике. И вот следующая наша часть, она как раз про то, как это работает на практике. У нас второй сейчас вебинар по теме антиэкстримистского законодательства. Мы в прошлом воскресенье разговаривали про международные стандарты, какие есть подходы, есть ли определение экстримизма, терроризма и в международных нормах, в том числе, которые артифицировала Беларусь, какие подходы, стандарты при ограничении свободы высказывания. И еще мы посмотрели, что есть в белорусском законодательстве, это прекрасное антиэкстримистское белорусское законодательство, про то, как это все регулируется, работает. И сегодня мы хотели поговорить уже в более практическом аспекте, а именно посмотреть статистику, посмотреть конкретные кейсы и подумать, как можно выстраивать линию защиты по конкретным делам и в том числе стратегически влиять на изменения практики законодательства и таких вещей. Хорошо, я тогда начну, покажу вам немножко презентацию. Меня в свое время очень сильно озадачил вопрос, насколько вообще антиэкстримистское законодательство, ну, вообще, насколько распространены дела, связанные с те, которые входят в антиэкстримистское законодательство. И вот немножко статистики, которую мы получили через специальные запросы. Мы делаем запросы регулярно в Министерство внутренних дел и Верховный суд. Верховный суд дает нам только информацию по 130-й статье, но я хотела показать все-таки статистику Министерства внутренних дел, она более полная, поэтому все, что здесь я привожу, это то, что давала нам МВД, это те дела, которые они как бы закончили и передали в суд. То есть что-то с них, конечно, какой-то процент может быть отменен, но это скорее совсем маленький процент, который, в принципе, или еще дела, например, не рассмотрели. Вот статистика по нашей любимой статье 130-й разжигания рас, функционально-религиозно-люблено-социально-вражда или розни. Сейчас она еще называется револитация нацизма. То есть вот МВД еще до изменений название было и немножко забыла подправить. Но, в общем-то, история такая, что почему-то, ну вот статистика, которую прислал Верховный суд нам, там были единичные случаи в 2011-2012 году, все-таки по 130-й, но, возможно, это судили за какие-то совсем старые дела. МВД говорит, что вот с 2010 по 2015 год не было вообще ни одного уголовного дела, которое они, да, расследовали и передали в суд. То есть был период, когда вообще статистика была нулевая, и потом вдруг появляются такие дела, начинают активизироваться. Напомню, что в прошлый раз мы обсуждали, что само антиэкстимистское законодательство появляется с 2007 года, но оно как бы лежало достаточно точно, избирательно использовалось, и сначала против каких-то вещей, там, например, архивизационной направленности, а потом только региозной, а потом только начался уже там анархический, антифашистский, не нацистский контент, то есть такие вещи. Но в 2016-е, в 2013-е, вот с 2016 года первые четыре дела они передают в суд, и потом вдруг резкий скачок, то есть потом в 2017-м году 15 дел. В 2018-м году я не нашла статистику, почему-то по нашим ответам, именно с МВД. Это 10 дел, это статистика уже Верховного суда, то есть по 10 делам они осудили людей. В 2019-м вдруг суперрезкий скачок, их стало 23 дела, и за первую половину 2020 года свежая статистика, которую мы получили, было передано в суд два дела. Я могу рассказать, что уже за этот год мы мониторили суды по 130-й статье, и это как минимум уже 4 дела, когда людей осудили по этой статье. То есть в целом мы видим, что достаточно для меня странная статистика, что он оболчал нулевая, потом вдруг появились там вот эти дела, потом вдруг их стало очень много, то есть 23 дела, мне кажется, достаточно большое число, но и в этом году опять какой-то минимальный спад, это уже непонятно почему. Видимо, все, что можно было расценить, как разжигание, они не нашли и расценили. И про отдельные эти дела можно, конечно, разговаривать долго. Были достаточно скандальные дела, связанные с делом Регнума или с делом Эдуарда Пальчеса, но как раз первые дела были из этого разряда. Дальше то, что происходило, про дела мы слышали немножко меньше, но я могу рассказать про тех дел, которые мы наблюдаем. Чаще всего людей сейчас судят за распространение отдельных постов. Например, вот у Альбины, которая была в прошлый раз, у него было дело с тем, что молодой человек разместил в Инстаграме просто потов с новостей, и фактически разжиганием признали подпись, которую он сделал к этому рисунку в совокупности с самим рисунком. И только за это он получил три года отмечения свободы с направлением, то есть за один пост в Инстаграме, под которым было 27, кажется, лайков, то есть абсолютно небольшой оплат. И бывает, что это несколько роликов, вот одно дело, которое я покажу, там было восемь видеороликов, которые возбудили уголовное дело, и одно фото. И бывает, что это три ролика, бывает, что два, то есть оно бывает в разном количестве, то есть очевидно нету какой-то общей логики, в каком случае они за что именно возбуждают уголовные дела. При этом, с учетом, что иногда это бывает за один ролик или за одно фото, непонятно вообще критерии, в каком случае людям применяют административную ответственность, в каком случае уголовную. И на запросы, если у них какая-то методичка, там тот же министерство внутренних дел говорит, что нет, у нас ничего нету, то есть формально, это по идее должны решать сами следователи, с неформальных разговоров участковые пенсионеры говорят, что у нас установка такая, что если это первый раз человека привлекают по этим статьям антиэкстремистским, тогда как бы это административное дело, если ранее уже были похожие инциденты, то тогда заводят уголовные дела. Но, опять же, это тоже не всегда, наверное, работает, поэтому пока что складывается ощущение, что это просто методом тыка и желание, может быть, на кого-то завести эти уголовные дела больше срабатывает, чем более, может быть, объективные какие-то критерии, на которые можно было бы ссылаться. Но это, опять же, трактовка моя только в данный момент. Возможно, есть просто что-то, про что мы не знаем. Это статистика по 130-й статье, плюс мы знаем несколько дел, которые приостановлены или по которым отказались изъединения по этой статье. То есть, в принципе, не всегда они за эти дела людей осуждали. Вот, дальше. Еще часть преступлений. Тут я покажу часть таблицы. Мы запрашивали про большее количество дел, которые нас интересовало, но в таблицу я вам хочу показать в целом статистику по другим, по темам уголовного кодекса, которые входят тоже в антиэкстримистское законодательство. То есть, во-первых, терроризм тот самый вот было дело в 2011 году и было еще одно дело в 2017 году. Я, если честно, как бы не знаю, что это за дело. Я о него не слышала, но вот по официальной статистике оно было. Угроза завершения акта терроризма в 2017-й статье, тоже в 2012-й год, и было в первой половине этого года. Мы проверяем регулярно статистику, не статистику, а расписание на сайте Верховного суда, какие есть дела. И я помню, что было одно такое дело, но проблема в том, что такие дела обычно рассматриваются в закрытых судебных процессах, соответственно, мы вообще не понимаем, за что это и в связи с чем. И это, конечно, существенное такое подмечение, и в публичном пространстве нигде это не комментируют. Мы как-то делали, в том числе была практика, что Витебский областный суд закрывал процессы только по статте 130-й, когда мы писали обращение, спрашивали, в чем дело, они говорили, мы вообще как бы есть эти как будто бы основания, мы не скажем, какое, а то, что мы не публикуем информацию, не даем про это, это уже наше дело решать, что важно, что не важно для публичного пространства. Ну и медиа вообще эти дела не интересовали. Ну как бы был краткий их ответ такой. И, конечно, нам тоже показалось, что это не совсем правильно и логично. Вот. Также вот было одно дело в 2016 году, прохождение обучения или иной подготовки или участия в теоретической деятельности. Это статья 293. Есть статья 346, на другом статье историко-культурными ценностями. Тут нюанс в том, что оно, конечно, иногда идет в совокупности с тем же хулиганством, но часто, особенно в Беларуси, это может происходить с мотивом национальной расовой вражды. И про эти дела мы регулярно видим, что они возбуждаются, там, то там нарисуют фастику на памятнике, там что-то произойдет, к сожалению, такая регулярная линия, по которой происходит. Но есть и оригинальные, использованные для статьи, я тоже покажу один кейс, вот он, мне кажется, тоже про это. И такие дела вот немножко есть. Там 2, 1, 3, ну как бы небольшое количество, и было уже в первой половине этого года тоже. Вот. Есть статья 361.3 про участие на территории национального государства уже на формировании, уже на конфликте, о военных действиях. Ну, для меня странно, что только 2 дела в 2017 году. Мне почему-то казалось, что таких дел гораздо больше, то есть либо они сейчас квалифицируют это по-другому, либо эти дела ведет, возможно, не Министерство внутренних дел, потому что, ну, как бы людей, которые там воевали на территории АТО с двух сторон, периодически все-таки в Беларуси задерживают, и такие дела тоже в открытых процессах происходят. Такие движения есть. Вот. Есть особенно... Есть статья 291 про анонсирование территориальной деятельности, террористической деятельности, и она, как видим, не использовалась с 2010 года, не было прецедентов до первой половины этого года, и целые два человека сейчас проходят, видимо, их уже должны осудить в ближайшее время по этой статье. В соответствии, да, есть статья 293 про анонсирование территории, это тоже один случай, и создание организации очень антирористической деятельности, либо участие в ней. По 294 тоже видим, что появляется одно дело. То есть это какие-то новые тенденции, то есть какой-то терроризм, оказывается, в Беларуси сейчас происходит, но какой, лично мне непонятно, либо, я не знаю, на самом деле, мало читая новости, не отслеживаю, либо недостаточно про это информировать. Следующая часть про статистики хотела поговорить про дела относительно про нарушениях. И тут, конечно, я сильно удивилась, когда получила статистику за прошлый год, потому что периодически мы знаем с медиа, мы делаем мониторинг медиа про то, когда людей привлекают по двум статьям, мы здесь их выделяем именно. То есть, в прошлый раз мы рассматривали, что, в принципе, большее количество статей входит в антиэкономическое законодательство, но это самые такие профильные, можно сказать, которые можно отчасти только сюда. Это статья 17.10 распространения нацистской символики, 17.11 про экстремистские материалы. И, ну, я представляла, что размах достаточно большой, потому что там многие обращались, про что-то писали, то есть, на какие-то суды мы ходили, но я не ожидала, что это будет такой большой размах. То есть, за прошлый год, 2019 год, 98, в случае привлечения к административной ответственности по статье 17.10 и 126 по 17.11. И я понимаю, что мы знаем совсем про небольшой кусочек этих дел, и в связи с этим понятно, что очень многих людей привлекают, они даже не знают, что про это можно, не знаю, кому-то обратиться, пожалуйста, что-то сделать, и жалко, потому что, скорее всего, это достаточно абсурдные формальные дела, на которые стоит обращать внимание. За первую половину этого года статистика тоже близкая, ну, похоже, как половина прошлого, то есть, 45 случаев по статье 17.10 и 58 по 17.11. То есть, вполне возможно, что к концу года статистика будет очень близкая к тому, что происходило в прошлом году, и, конечно, это немножко настораживает, потому что те дела, которые мы видели, они достаточно абсурдны и, очевидно, не всегда логичны. Вот, поэтому я хотела поговорить про конкретные дела, про примеры конкретных дел, и чтобы мы вместе могли в ближайшее время поговорить, что какие лучше выбирать стратегии по таким делам и в каком направлении про них думать. Вот, у меня есть первый кейс, связан с уголовным делом, который сейчас расскажу, а потом как бы спрошу ваше мнение. Значит, дело такое, я взяла специальный кейс с Витебска, мы наблюдали не все судебные заседания, не все дни, но большую часть, и поэтому мы можем про что-то рассказывать, да, связанное с этим делом. Значит, история такая, что молодой человек, он в то время, кстати, находился даже, мне кажется, на домашнем ограничении свободы без направления, в 2012-2018 году в своей странице ВКонтакте он периодически вывешивал какой-то контент, и там было пять видеороликов, которые расценили как возбуждение раса национальной и национальной вражды, там именно была раса национальная в первую очередь, часть 11-13-13-й вот ему за это выписали, а также там было фото, где он зигует на выходе с перехода, на котором написано площадь Победы, это в Витебске есть подземный переход, который ведет к мемориалу на площади Победы, то есть и сам мемориал, сама эта площадь является историко-культурной ценностью, и вот он на выходе с перехода на эту площадь на лестнице показывает нацистское приветствие, и вот это фото висело у него по социальной сети, и это фото одно расстранили как недругательство историко-культурными ценностями по части 2 ст. 346 Уголовного кодекса, то есть что он надругался, что сама вот эта площадь и сам монумент является историко-культурной ценностью, и то есть такое его поведение это надругательство, то есть это была такая трактовка следствия суда. Вот, и по решению суда Октябрьского Карина Витебска, вот, семь видеороликов с его страницы еще тогда были раньше признаны экстремистскими материалами, и вместо того, чтобы как бы привлечь к административной ответственности, тогда еще в 2016 году возбудили уголовное дело, и только через год, в 2016 году, его начали судить, и процесс интересный, судья достаточно долго расспрашивал про его взгляды, про то, каких он придерживается взглядов идеологически, и ну, плюс изучали там его публикации, чем он вообще занимается, какое он содержание вкладывал в эти публикации, и в целом он говорил, что я интересуюсь разными темами, я находила эти ролики, я хотела, ну, себе их перепащивал на страницу просто, чтобы потом посмотреть, ознакомиться, лучше изучить, то есть у меня не было цели ржигать ненависть, я просто занималась такой следовательской деятельностью для себя, расширяла свой кругозор, и у меня не было никакого намерения, и вот это фото, которое снимали как недругательство, он говорил про то, что оно, то есть это было не нацистское приветствие, это я просто показывал человеку, который меня фотографировал, с какой стороны меня фотографировать, и просто такой кадр получился смешной, вот я его использовала, но вообще, как бы он говорит, это не нацистское приветствие. и 28 октября 2014 года Весельский областной суд закончил рассмотрение дела, ему присудили три года ограничения свободы с направления, и 14 января этого года Верховный суд оставил это дело без изменений. Вот, могу рассказать немножко про экспертизы, которые были в этом деле, в судебном заседании, мы не слышали, когда их сами озвучивали, но были допросы экспертов и экспертов, которые участвовали в этом деле, они делали историческую, лингвистическую экспертизу, и, конечно, в этом случае интересно, что вот эта процедура признания материалов экстремистским, это делают одни комиссии специальные, цеплюканские экспертные, а в рамках уголовного дела все эти материалы рассматривали дополнительно, там эксперты-эксперт судебной экспертизы, то есть, например, историческую экспертизу делал доцент у местного университета и пробовал оценивать, и они там в суде, конечно, уже не помнили, что там было в этих роликах, и в чем была основная проблема, но какие-то минимальные вещи они обсуждали. И было очень много претензий именно к экспертизам, и линия защиты как раз выступала в том, что вот экспертиза не та, давайте начать новую, и было много претензий к этой части. Вот, в общем-то, такое дело, и вот сейчас я хотела бы спросить у вас, как вы думаете, как стоило поступить в этой ситуации, то есть на что, если бы этим делом занимались вы, как бы выстраивали линию защиты, и на что бы вы ссылались в первую очередь? Нет, у него линия защиты, я бы сказала, неплохая, по поводу того, что он просто показывал направление, куда фотографировать, получился смешной кадр. А что ему еще, собственно говоря, признавать, что это было действительно тимвол нацизма, приветствие? Ну, он мог сказать, что дать нацизское приветствие, я там, мне это было на тот момент, ну, он говорил, что на тот момент, да, мне были близкие эти идеи, но сейчас я их пересмотрела, я их не поддерживаю, и он мог говорить, что, да, вот тогда я это сделал, и это моя свобода высказывания мнения, может быть, но это как вариант. А, это как вариант, да. Но там еще защита, кстати, много, ну, хотела, что я спойлеру, давайте вы расскажете, а потом я что-нибудь прокомментирую. Ну, вот эта тема о том, что я перепощила себе всякие ролики для того, чтобы их потом изучить и посмотреть, но это что-то очень знакомое из Минской области. Нет, ну, отличная отмазка, мне очень нравится. Потому что есть о том, что, да, мне эти идеи были близки, но сейчас я уже... Ну, такое. Да, так себе идея. Ну, я оценила работу судей, которая по рабатскому плану проверяла, насколько адекватно, насколько человек действительно привержен данным. Проверяла? Ну, как спрашивала, да, выясняла, какие его действительно взгляды. Ну, это важно, молодец. Я не совсем понимаю, как можно оскорблением, ой, не оскорблением, как там, историческое... Подругательством. Подругательством, подругательством фотография возле площади Победы, но это бред всего и кобыл. Это не под самой площадью, а... Да, метро или там, метро, пришел на переход. Ну, ну, как-то это вот. Мне просто интересно, какая это, какая это историко-культурная ценность здесь страдает от его, от его знаков. Ну, вообще, вопрос в экспертизе всегда. Всегда в экспертизе по этим делам. Будь ты в Америке, в Европе, всегда вопрос в экспертизе. А то если экспертиза... С другой стороны, что бы я делала? Получив такое дело и зная, что экспертиза пошла куда-то, я бы попыталась найти еще альтернативные варианты экспертных заключений. И каким образом ты бы это сделала? И в результате российские. Российские, да. Да, смотри. А почему российские? Я тоже не понимаю всегда. Наверное, самые близкие. Ну, смотри, ты идешь за экспертизой альтернативной, она будет в уголовном деле какая-то экспертиза у них там. Ну, понятно, что она все как бы подтвердит. Ля-ля, три рубля. Но как бы у тебя будет свой... Своя экспертиза, которая... Ну, как бы понятно, что мы с вами не были в суде присяжных, но... Ну, поставит вопрос о том, чтобы... Ну, есть два различных мнения, а не попросить бы какое-то третье. И может быть, оно будет немножко... Ну, потому что одно дело, когда есть экспертиза, а ты пишешь о ней, что ты не согласен, что надо сначала взять экспертизу свою, а потом уже идти, и потом они могут писать свою, какую хотите, потому что у суда будет ну, такая неудобная ситуация, потому что, ну, тут с одной стороны да, с другой нет. И вот как бы... А расскажи вот сначала... Вот я, кстати, расшарила вам фото, чтобы вы представляли. Выход с перехода, и там наверху начинается площадь. И сама площадь признана историко-культурной ценностью, но они страктовали, что этот выход с перехода тоже уже часть историко-культурной ценности. Ну, это так... Ну... Вопрос еще... Вот то, что, Маша, говоришь про экспертизу, да, потому что у нас на практике, вот дело, которое у Тани было тоже, у нас ситуация такая, что вот они возбуждают уголовное дело, и, да, и надо... Ну, и они же потом делают, перестанавливают дело, отправляют материал на экспертизу и ждут, пока они придут. У тебя даже нет возможности, пока придет результат экспертизы, например, пока дело не перестановлено, вообще какие-то свои материалы туда добавлять в принципе. Да. Ну, ты тогда... Важно добавить на стадии все-таки предварительного следствия ... Ну, даже если... Попробовать. Или как вообще это? Попробовать? Я думаю, что на стадии предварительного следствия, да. Ну, то есть вот закончится, например, экспертиза, нас с ней узнакомят, мы просим приобщить к материалам дела письменно, причем ходатайство я бы отправляла, к материалам дела свою экспертизу. С другой стороны, тут еще другой заход есть. Ну, как бы, ты можешь попробовать с этим ходатайством о приобщении к материалам дела этой экспертизы, он тебе, например, отказывает, и я бы шибанула бы эту, жалобу в прокуратуру, например, в этой части. Что, еще раз? Было дело, вот то, что все, что ты говоришь, да, ходатайство следователю, следователи отказывают жалобу в прокуратуру, прокуратура говорит, ой, беда, печаль, так мы, наверное, отправим на дослед, и хренушки все. Не помогает. Не помогает. Ну, хорошо, но в любом случае, ну, как бы, единственный способ искать альтернативное мнение, потому что, ну, смотрите, здесь оценка любых... Подожди, Маша, проблема альтернативного мнения в том, что вот на стадии следствия они не кладут за материалы дела, и в суде суд говорит, нету процедуры предоставления другой экспертизы тоже, и мы, как бы, нам даже не на что ссылаться по делу реглума того же, там была такая же ситуация, что суд сказал, что, да, это не может быть экспертизой, потому что ну, типа, другая процедура это раз, и у нас экспертизу могут проводить только специальные профильные органы, не предусмотрены, чтобы другие органы, а как специалистов они тоже не захотели представить, потому что говорят, у нас уже есть экспертиза, зачем нам мнение каких-то непонятных специалистов. То есть и все. И они приобщили, и единственное, что оставалось адвокатом, просто в своих выступлениях на это ссылаться, и все. Ну, как бы, больше... Каким образом? Я посмотрю, вариант, но просто он гораздо более затратный. Тащить кого-то из специалистов, которые делали заключение в качестве свидетеля. Соответственно, как бы, если... Хороший вариант. Если человек у вас в процессе, то суд уже не может отказать в его допросе. И просто вы говорите, вот у меня в зале заседания специалист, и вызываете, и допрашиваете по тем документам, которые не приобщены. Ну, а с другой стороны, подожди, свидетель — это те, кто что-то знает про дело. Как мы... А это не важно. Нет, не всегда. Не всегда. Смотри, он... А он знает про дело. Пока четко прописано, что если свидетель есть, то суд не может отказать. То есть можно допросить любого человека, неважно, имеет отношение к делу или нет. А как суд это выяснит и так далее? Это же наше право защиты, то есть предоставлять доказательства. Но отказать он точно не может. Но с другой стороны, это хороший вариант. Мне он нравится. Например, представлять в... То есть надо сразу искать эксперта в эксперта, который будет готовы переехать на суд. Мы обсудили одна статья по 346, с которой надо, да, обжаловать. Но там были с границами историко-культурной ценности тоже. А другая часть, да, вот пять видеороликов, ну, то есть у него, которые признали, сказали, что они возбуждают расу и национальную вражду. Ну, боже. Ролики, интересно, что это за ролики? Это видео роликов. Но, как бы, из них, причем, мы можем в списки потом залезем, посмотрим, с его страницы семь даже видеороликов признали в 2018 году экстремистскими и давали вирусовиканские списки экстремистских материалов. Но в результате уголовному делу эксперты, которые по уголовному делу уже делали эксплуатизу, они сказали, что в пяти они увидели из них еще в определенной раз национальной и национальной вражды. Ну, то есть, и при этом в статье 17.10 и 17.11 сейчас есть такая прекрасная фраза под конец, что они привлекают при отсутствии состава преступления. Получается, они специально оставляют такую лазейку, что вообще, если вдруг увидят, что в этих же материалах есть состав преступления, то они, получается, возбуждают. Ну, как я в формальной юридической мысли. Но в чем именно, в каком месте они понимают, что это все-таки уголовное дело, в каком нет, они точно не понятны. Так вот, ролики были не нацистского контента, там, где всякие рассказывали неонацисты про свои достижения. Ну, там было, там были ролики, которые говорили, что евреи плохие, чеченцы плохие. Ну, как бы, понятно, что такой контент там был. А у него долго выясняли, и он подтвердил, что они плохие? Нет, он сказал, что он говорил, там же важный момент с намерением, выясняли только намерение. То есть, они спрашивали, ты этими роликами что хотел, как бы, показать всем, что эти люди плохие, и чтобы их все не любили? Он говорит, нет, я хотел эти ролики сам изучить, и я себе их просто сохранил на странице, чтобы самому изучить. Вот, но смотрите, я сюда про свое мнение, может быть, то, что мы обсуждали, то, что Иоанна вам рассказывала в прошлый раз про порог серьезности, который устанавливается по рабатскому плану противодействия. Вот, и в общем-то, тут есть шесть пунктов, и да, вот мы видим, что они следовали намерения, да, они спрашивал суд, судья спрашивал действительно, какое было намерение, они изучали содержание даже, ну, при помощи скорее экспертиз, то есть, лично судья оценку этому не давали, они, может быть, немножко что-то узнавали про автора, про его мнение, но, как бы, опять же, это скорее трактовки были. Но есть еще несколько пунктов рабатского плана, которые они, очевидно, не изучили. То есть, например, тоже контекст высказывания, насколько, как бы, есть конфликт в обществе там по таких-то темах, то есть, насколько это остро, насколько это, как бы, опасно, такие высказывания. Они не оценили про степень и значимость, то есть, что действительно, ну, какими средствами, какой обхват, сколько людей это увидели, какие там были комментарии, может быть, что-то такое. Во всем случае, мы этого не слышали в процессе. И плюс, как бы, вот эта часть при причинении вреда. То есть, по-моему, вся проблема всех 130-х статьях, как бы, я не слышала, ну, как бы, что даже не пробовали. Вот, окей, человек что-то постит, кто-то это увидел, и если бы мы знали, если бы была нормальная статистика преступления на почве ненависти, и мы бы увидели, что вот, там, человек увидел ролик и пошел там, кого-нибудь там побил или зарезал, еще что-то сделал, тогда понятно, что вот есть прямое причинение вреда, и понятно, почему человека привлекают к такой серьезной ответственности. Но вот этот момент с причинением вреда, мне кажется, что он вообще привисает во всех этих делах, просто потому что, ну, в принципе, объективно достаточно тяжело найти, может быть, какую-то прямую связь, с одной стороны, а с другой стороны, как бы, это задача государства исследовать и смотреть, насколько что к этому ведет. Я просто хочу обратить внимание на этот шестой пункт, да, так не требуется, чтобы взлет был действительно причинен, да, чтобы кто-то, слышав или увидел какие-то там информации в соцсетях, пошел и действительно начался. уничтожать евреев, да, ну да, но тут оно пишет, что, но при этом это может быть как отягчающее обстоятельство, да, и скорее про то, что людям дают действительно серьезные сроки, им дают лишение, дают там, обограничение свободы, лишение свободы, и, наверное, я понимаю, почему так серьезно бы судили, если бы это правда было как отягчающее обстоятельство. Но просто вот этот пункт, мне кажется, что они даже не пробуют анализировать вообще никак. то есть у меня скорее вот к этому вопрос, что они даже не думают в эту сторону. То есть они... Они смотрят вообще на барского плана, они смотрят, они вот каким-то своим мироотчущением, что ли, ну, намерение, понятно, это близко к нашему умусу, да, к нашему предупреждению. Ну, автора, личность, да, согласно, мы отвечаем, да, личность человека, который привлекается к ответственности. А вот все остальное, это, ну, это международная уже как бы норма практика, которую наши... Вот я белорусский судья. Что такое рабочий право, наклон, и почему мы должны им следовать? Да, мы как раз тоже в одной из жалоб про это писали, аргументировали то, что Анна прошлой раз говорила, что да, это не там жесткое право, это не то, что они обязаны делать, но это такие собранные основные рекомендации, и во всяком случае есть часть в протоколе, в отмечениях вообще порядка 34 комитета прав человека полный, там как минимум есть про то, что, не знаю, судьи не должны полностью там на экспертизе полагаться, должны сами делать, давать какую-то минимальную цену. А тут как бы с этим явно много проблем, потому что, например, содержание, судьи даже, мне кажется, не пробуют оценить, они доверяют экспертизам, это проблема по всем делам, административным, по гражданским процессам, когда признаны дел. По всем категориям дел. Ну да, то есть и в этом смысле мне кажется, что уже автоматом мы не можем надеяться, что будет адекватная оценка тому, что произошло, то есть они смотрят формально, так постили, эксперты сказали, что разжигаете, вот вам срок, ну как бы в общем-то это, мне кажется, здесь. Вот, ну и мне кажется, что наша задача, несмотря на это, все равно напоминать судям какие-то вещи, возвращать их и, не знаю, требовать, чтобы они учитывали международные стандарты тоже. Ну в общем-то про то, что мне нравится рыбацкий план в том, что он, вот, хотя бы этих шесть пунктов, они дают очень структурную аргументацию и мне кажется, что можно хотя бы ссылаться, что говорит, что вообще, вот степень значимости суд не исследовал, да, что вы пожаловали, можете на это ссылаться, там, и про причинение вреда они даже не подумали, и про контекст высказывания, даже эксперты там не писали в своих заключениях, они не пишут, да, есть ли там реальная угроза в обществе по этим стандартам. Ну, в общем-то, это так, мне кажется, что в этом смысле вот на эту часть можно было ссылаться хотя бы пробовать, ну, как бы, что-то еще остается. Ну, да, так все прошло. Ну, ну, и хорошо бы, да, сам этот рыбацкий план целиком почитать, посмотреть, тоже очень советую, ссылочку там присылала, еще могу потом. Это бы очень помогало на нашем судьбе, если бы они уследовали, это действительно ползает абсолютно принятие решения. Господи, допустим, хоть чего-нибудь следует. Ну, да, ну, кстати говоря, может, это как раз по таким делам то, по чем мы их все-таки начнем додергивать. Вот, такое мнение. Не знаю, Маша, насколько тебе то, что мы говорим, понятно, с учетом, что ты в прошлый раз не была? Нет, мне все понятно, я понимаю, о чем речь, по причине того, что, в принципе, по этим шести пунктам всегда обосновываются жалобы даже, как это правильно сказать, господи, ну, короче, жалобы в Соединенных Штатах Америки, когда пытаются признать экстремизмом даже государственные органы, просто какие-то там материалы, не действия людей, а материалы, поэтому, ну, в принципе, я понимаю, о чем речь, и вообще там, кстати, важный момент, вообще, момент нанесения вреда и вообще последствий, ну, последствия как такового вот этих действий, ну, каких-либо там, которые, ну, должны были быть в совершенном виде, то бишь, например, чаще всего, ну, самая большая статистика, например, признание экстремистскими действиями в Соединенных Штатах Америки, это признание каких-либо материалов, это не в социальных сетях даже, потому что в социальных сетях это все-таки затрагивает конституционные права, у них они как бы пытаются там в этой части, но должно быть в совершившемся виде, то есть всегда, когда там прокурор, например, штата предъявляет подобное обвинение, если мы говорим об уголовном вопросе, там, например, в этой части, то должна быть факт того, что это явилось следствием, там, издания той книги или там той брошюры и так далее. Ну, мне понятно, я все понимаю. Отлично. Супер. Слушай, как раз следующая часть и следующий кейс, который я хотела вам показать, это как раз по признанию материалов экстремистскими и как раз можем сравнить процедуры. Значит, то, что в прошлый раз мы обсуждали, прекрасный республиканский список экстремистских материалов, который на сайте Министерства информации, я обычно ищу его через Google, потому что найти на своем сайте Министерства информации достаточно сложно, отдельных баннеров нету и очень редко они пишут даже в новостях своих, что вот пополнился в список. То есть, в принципе, чтобы понять, что он пополнился, надо периодически скачивать этот прекрасный вордовский файл и смотреть, появилось там что-то или нет, и очень часто что-то появляется с задержками. Например, мы прошлый обзор по экстремизму делали в конце июня, а они загрузили обновления за июнь только в середине июля, и у нас, соответственно, не вошло это в наш обзор. Но то есть, что периодически надо просматривать, они очень быстрые, и это, конечно, не очень удобно. Но, в общем-то, история такая. Когда мы готовили один из обзоров, заметили новое пополнение в начале этого года, значит, и прямо в такой формировке было, то, что у вас презентация на экране, материал, изображен на интернет-страницу ВКонтакте с идентификатором и конкретная ссылка на страницу ВКонтакте, на интернет-ресурс почему-то другой, GovKino.ru и видеозаписи конкретно с названием. То есть, что-то видно, что характера исламского, ну, и, в общем-то, и даты. И мне, конечно, стало очень интересно, что, во-первых, что это за видеоролики я стала их искать и через этот сайт, но тоже ничего не нашла. И тогда как бы ничего не оставалось, как написать человеку, чьи данные в странице отмечены, где нашли, и спросить, вообще, в курсе ли человек про это, вызывали ли тоже в суд, то есть участвовал ли он при присмотрении дела в суде партизанского района Минска в 15 мая 2020 года. Как вы думаете, участвовал ли человек в присмотрении этого дела? Конечно, нет. Нет, конечно. А как вы думаете, нормально ли это? Ну, подумаешь, фигня какая. Если бы ты не написала, то он бы и не знал, что так было. Ну, скажем, плюс-минус. Сейчас я расскажу, что происходило дальше. То есть, на самом деле, действительно, на практике, если у кого-то что-то находит на странице, и даже если там, что-то происходит, людей не вызывают в качестве интересованных лиц, хотя, по-моему, люди напрямую заинтересованы, потому что от решения вот этого суда зависит, привлекут их потом к ответственности или не привлекут, как минимум. Правильно? То есть, у меня логика такая. Суды в качестве заинтересованных лиц рассматривают только орган, который непосредственно присылал эти все материалы. Да, то есть, там нету ответчиков фактически, то есть, это в заявительном порядке рассматривают, здесь просто заинтересованное лицо, те, кто отправляют. То есть, фактически, эти суды происходят в закрытом режиме, потому что это уровень районных судов, мы не можем отследить информацию про такие дела вообще онлайн, и мы не знаем, что они будут, и мы постфактум только понимаем, что вот это произошло, и повлиять на это тоже вообще никак не можем. Есть одна история, когда человек пробовал обжаловать вот внесение материала в список, то есть, вот внесли что-то в список, человека привлекали к ответственности несколько раз за устранение этих материалов, и человек пробовал обжаловать само внесение в список, потому что, ну, как бы, вот меня привлекают, а я не согласен, и я хочу с этим что-то делать, на что суды говорили, что нет, вы не имеете отношения к делу и не можете никак повлиять. То есть мне кажется, что это про историю про неэффективные правовые механизмы защиты. И дальше, что происходило потом. То есть я у человека спросила, человек очень удивился, сказал, что нет, сразу же удалил эти ролики. Но происходило то, что, то есть он как только узнал, он сразу удалил и сказал, что он разместил это в 1960 году, когда был в подростковом возрасте, еще он не знал вообще, что они негативные, тоже с такой же историей себе на страницу, чтобы посмотреть потом более внимательно и не было такого умысла. И 13 апреля, то есть к нему позвонил участковый, спросил его ли эта страница, он говорит, да, моя, но на тот момент, когда позвонил участковый, 13 апреля роликов уже не было. Но несмотря на это, они составили протокол международного нарушения за распространение, и 27 мая суд Шуинского района как бы дал штраф. Человек признавал всю вину, просил закрыть за малозначительность, у него там много достижений, но вот ему за малозначительность не закрыли, дали достаточно большой штраф. Сразу у нас не применена эта практика, как это дело за малозначительность. Вот. И да, это сразу написало, что происходило, что мотив публикации, личность автора, охвата аудитории, последствия публикации, другие критерии. И вот как бы в суде, понятное дело, сильно не исследовали. Хотя у него было приготовлено ходатайство, где просили изучить и иметь в виду всякие моменты, связанные с мюансами, с этим публикацией. Вот. Я понимаю, что тут есть направление, связанное с административным делом, но скорее я хотела с вами сейчас обсудить, что делать с тем, что вообще это попало в список. Можем ли мы что-то сделать в этой истории с этим списком и конкретно с этими материалами? Как вы думаете? Мне можно говорить о том, что это решение меня непосредственно затрагивает, и на основании этого я прошу там прокуратуру. Мол, я заинтересованное лицо, поэтому прошу принести протест, бла-бла-бла, но прокуратурой и суды, естественно, тоже пошлю. Никаких надзоров никто не принесет. Угу. То есть через прокуратуру попробовать зайти... Ну, угу, хорошо. Нарушено мое право, что это решение непосредственно влияет на меня, на мои права и обязанности. Я об этом решении не знала, обжаловать ее о мобилиации я не мог. Прошу, спасите, помогите. Ну, это не поможет. Угу. Хорошо. Еще у нас... А как идея на то, чтобы, например, обратиться с вопросом в Министерство информации? Может быть, попробовать зайти с этой стороны, предложить им какой-то хотя бы уведомительный принцип? В Министерстве информации можно. Хорошая идея, но у меня, скорее, тут проблема, что для меня Министерство информации в этой ситуации это такие формальные исполнители, которые просто вносят, им присылают решение сюда, они его добавляют в Word-овский файлик, обновляют его, и максимум, что у них можно попросить, наверное, это, не знаю, делать пост в новости, что пополнился список. Ну, например, даже так, потому что... Смотри, какая история. То есть я могу, в принципе, не знать, что меня включили... Что с моей страницы взяли эти видеозаписи, что все... То есть это... То есть Министерство должно писать человеку и уведомлять, что вообще-то вот... А я думаю, что почему бы попробовать и нет. В общем-то, просто им прислать готовое решение, соответственно, уже как бы поздно в каком-то смысле. У меня было предложение про это писать в МВД, про то, что... Ребята, вот, например, список естественных решений, у него есть 10 дней на вступление в силу. Если вы за эти 10 дней выносите, у них есть полномочия, там, то, что прошлое рассказывало, там, официальное предупреждение человеку, что у вас висит такой-то вот контент, который вот уже суд признал и скоро наступит в силу, удаляйте его. Если человек не удаляет, тогда привлекать к ответственности. Еще идея родилась. А как тебе идея обратиться в Верховный суд с инициативой о том, чтобы они сделали разъяснение Пленума? Вот. Какого Пленума? Ну, например, Верховного суда. Да. Ну, короче, ну, просто мы каждый год, когда пишем им информацию про статистику, запрос, мы их спрашиваем, мы их просим, говорят, ребята, а можете вынести в основе Пленума, чтобы понимать, в каких случаях за одно и то же, там, административное дело какое-то, у которых уголовное, вообще, как они рассматриваются, такие дела. Они каждый год нам отвечают, что у нас в планах этого нет. Ага, смотри. У меня была еще другая история про Верховный суд, но да, я тоже потом скажу. Да, смотри, я просто объясню. Вот было недавно заседание в Совете Республики по авторским правам, ну, там, как бы, вот, и там был представитель из Верховного суда, а не обсуждение, ну, то есть было обсуждение, типа, закрытым, типа, количеством людей, которые занимаются авторским правом, этот вопрос, и в данном случае, в данном случае он сказал, что вы нам пишите, потому что мы накапливаем, как бы, эти обращения, и потом, исходя из этих, ну, как бы, обращений, в том числе, не только граждан, ну, там, общественных, там, организаций, там, и так далее, то мы делаем определенное разъяснение, потому что, ну, как бы, и он это вот проговорил. Может быть, я думаю, если обращаться чаще с этим вопросом, то, может быть, этот вопрос будет решен в плане процедурном, потому что, ну, как бы, одно дело, там, разъяснить, там, привлечение к ответственности, совершенно другая история все-таки участия в суде, потому что это, ну, с процессуальной точки зрения они совершенно нарушают права граждан, это понятно, вот, но я думаю, что, ну, я думаю, что это рабочий вариант, ну, как бы, попробовать что-нибудь такое написать. Можно даже синициировать, синициировать даже с точки зрения, можно написать даже в Биарскую Республиканскую коллегию адвокатов. У меня еще была идея написать это не менее самого человека, может быть, обращение в Верховный суд, просто обращение, и написать, что, вот, у меня появилась такая ситуация, я не, меня не вызывали в суд по этому процессу, но я, как бы, от этого отгреб, и я понимаю, что если я сейчас буду, я не могу обжаловать это, я могу, да, обжаловать свою административную ответственность, но могу ли я как-то все-таки повлиять, ну, как бы, обжаловать это судебное решение, и не кажется ли вам, что должна быть процедура, чтобы я мог это сделать? У меня была идея вот такая, спросить Верховного суда, что они думают на этот счет именно. То есть, вообще, просто такой банальный вопрос, пять человек, произошло, могу ли я обжаловать это решение, и как? Ну, пускай, вот, сами, может. Ну, почему бы и нет, в принципе, потому что, если его действие, как бы, одна из причин включения, даже не то, что его действие, то есть, это затрагивает, тем более, если там есть ссылка на него, в том числе на это лицо в этом списке. Ну, поэтому, как бы, я думаю, что почему бы и нет, надо пробовать, я думаю. Вот, и я тогда, может быть, Маше на этом месте можешь рассказать про, ну, просто про экстремистские те же материалы. Если, ну, я знаю, что раньше была такая практика очень давно, когда еще только это все начинало в 15-16 году, что если там человека, например, задерживали или на границе забирали какую-нибудь книжку или что-то, то человека иногда вызывали в суд, не всегда, но иногда вызывали в суд в качестве заинтересованного лица, потому что, типа, вот, предмет изъяли непосредственно. Тогда, типа, это еще практика была, а потом они со всем и перестали. Это что касается материальных, потому что в списке, в принципе, достаточно много и конкретных материальных вещей. Это то, что ты говорила про процедуру, как в Штатах это происходит. Может быть, ты расскажешь, вот, если у нас процедура, что вот кто-то, какой-то орган забирает, отправляет в экспертную комиссию специальную, те анализируют, и если находят, делают заключение, что там есть признаки экстремистских материалов, они этот пакет отправляют в суд, и суд принимает решение, и, ну, вот, не вызывают обычно. Как это в Штатах происходит сама процедура? Можешь ли я сказать? Смотри, все зависит от того, о каком штате мы ведем речь, потому что в каждом конкретном случае все зависит вообще, в принципе, от материалов. Может развиваться все двумя событиями. первое, могут отправить, значит, короче, значит, либо может это признаваться экстремистскими материалами, либо относиться к террористической деятельности. К террористической деятельности в Соединенных Штатах Америки может относиться практически все. Ну, вот как бы как есть, говорю. То есть практически все. И здесь занимаются этим, ну, скажем так, два органа, которые, в принципе, с этим работают. Получается, если мы говорим о штате, ну, например, в Массачусетсе, в которой я в большей степени могу вот что-то объяснить, вот в данном случае, то там есть межведомственное управление, которое по борьбе с экстремизмом находится в каждом штате. Это отдельное такое межведомственное управление. Оно где-то между ЦРУ и ФБР. Местные куботы, короче. Ну, типа того, да. Значит, и они проводят там исследования всех материалов, которые там печатаются, приезжают в Соединенные Штаты Америки, они достаточно широкий спектр там прав имеют там, ну, и вообще, в принципе, там. Как это все с процедурной точки зрения происходит? Да нет там никакого открытого суда, там даже заинтересованных лиц не вызывают, потому что там это происходит за закрытыми дверями, потому что они чаще всего, лица, которые отправляют или заявляют об этом, говорят о том, что есть угроза национальной безопасности, и этот вопрос, который решается в суде, ну, то есть процедурно, то есть включение в список там, изъятие и так далее, за закрытыми дверями происходит. Он еще более закрыт, чем у нас. Вот, потому что если ты, ну, в теории бы узнала о том, что есть такое заседание включения в список, то ты на него в теории могла бы попасть. Значит, они, значит, после, если мы говорим просто про терроризм, который чаще всего, то есть подозрение на терроризм, чаще всего это просто начинается расследование, закрываются, ну, то есть изымается все, в принципе, и расследование длится от полугода до двух лет, по поводу твоих постов в интернете, по поводу, там, не знаю, твоих связей, и все это будет вести ФБР на местном уровне, как бы, ну, типа, на местном уровне в твоем городе. Вот, но все равно это федеральная служба, которая, ну, как бы там права твои о том, что ты можешь спорить. Ну, вот ты об этом узнаешь по факту, и чаще всего ты уже вступившая в законную силу решение обжалуешь, восстанавливая сроки, доказывая, что ты имел право на обжалование, и ты тоже там не участвуешь в процессе и чаще всего включение это в какой-то список. Но это вообще вопрос доказательной базы с терроризмом. Ну, чаще всего они мурыжат людей, которые признают сами, что они хотели быть террористами. Вот. Ну, вот как-то вот так вот. Слушай, а, ну, у меня два вопроса. Ну, приблизительно, может быть, ты знаешь, что в результате это за материалы в этом списке, и второй вопрос – кто вообще эти люди? То есть это действительно… Ну, то есть у нас присутствуют там людей неонацистских взглядов, анархистов, то есть это религиозные какие-то особенности, у кого людей в списке, но это просто то, что, ну, скажем, выпадает с общего спектра обычных, а там это те, кто прямо интересуется туристической какой-то деятельностью, то есть это или все-таки какой спектр людей, кого это? Слушай, там совершенно разные, потому что раньше они всегда, всегда это было, ну, носилось, скажем так, национальный характер, то есть они в большей степени с недоверием относились к людям, которые имели там какую-то, там, не знаю, из арабских стран, по-моему, говорят, чаще всего проверяли людей, а сейчас у них тотальная проверка, в принципе, всего, перестройка системы и привлечение к ответственности. Ну, вообще, честно говоря, списка вот такого открытого, сказать, что вот это экстремизм, в Соединенных Штатах ты не найдешь, ну, полный список. Так, а в чем прикол признания? Это конкретно, чтобы забрать что-то у конкретного человека? Да, да, да. А если они находят то же самое у другого человека, они просто ссылаются на право судебных решений? Чаще всего либо да, либо все зависит от штата. То есть, его даже не проанализируешь и не скажешь, что там у нас, мы хотя можем проанализировать и сказать? Ты не сможешь это сделать, потому что это все собирается в книжке, до сих пор это издается книгами, в принципе, все это прецедентная история, но они стараются систематизировать, и, в принципе, если ты приедешь, ну, даже в нашем университете, наверное, три полки посвящены экстремизму, вот, только решением судебным, мелким мы ушли там, вот. Но чаще всего сейчас они переквалифицировались в ответственность уголовную именно с точки зрения терроризма, и это вот все с такой, я не могу тебе сказать, что система вот такая и такая, потому что она в каждом конкретном случае отдельная, вот. Поэтому, но процедура там и обжалование там сложнее, здесь в некоторой степени я даже возможности вижу больше, чем там, потому что все это ставится под грифом типа а-ля национальная безопасность, и все, звать тебя никак и не кто ты, вот. Если ты не федеральный адвокат. А что касается вот по поводу лиц, которые участвовали в Беларуси, я могу только сказать тебе, знаешь, что все, что касается таможенными органами, чаще всего, да, когда тебя останавливают на границе и так далее, чаще всего они постараются соблюдать процессуальный порядок заинтересованности лиц, вот. Поэтому я вижу так, что здесь, если тебя там, например, останавливают на границе, у тебя будет больше прав, чем если мы тебя повязали просто так. Снова же советовать людям экстремистский материал, возить через границу, а не публиковать в социальных сетях, да. Вот, хорошо, спасибо за комментарии и за рассказы, интересно, да, понимать, что происходит. Я хотела вам сегодня еще один последний кейс показать и спросить ваше мнение, тем более, что он такой свежий и, то есть, с таким интересным поворотом достаточно, и сейчас я вам его покажу. Интересно, что вы скажете. Значит, история такая. Человек в 2015-2016 году, он размещает у себя страницы ВКонтакте, два видеоролика, которые называются «Комбат 18. Сержа машин» и «Стормитюб 16». И у него еще было фото в майке, на которой написано «Комбат 18». Особенность дела в том, что очень долго милиция передавала материалы в суд, и суд пришло за неделю до конца срока, и ему назначили судебное заседание в последний день процессуального срока, когда могли его привлечь к административной ответственности. При этом у человека на тот момент была справка на то, что у него выявили COVID-19, и он находится дома на самоизоляции с обязательством не покидать дом. И при этом у него был адвокат, договор с адвокатом, но адвокат именно в этот день тоже был на выездном следственном действии, и в Профессиональном исполнительном кодексе очень интересная вещь была написана про то, что если адвокат не может явиться, то могут отложить на срок не более 5 дней. Ну и, в общем-то, в суд приходит ходатайство от человека, что прошу вот привлечь в качестве защитника такого-то человека, ходатайство от адвоката прошу отложить, потому что вот я на выезде, вот мой ордер, вот мои материалы. Ну и плюс там еще по существу несколько ходатайств, на что суд все-таки начинает рассмотрение дела, все ходатайства отказываются, и человеку привлекают к административной ответственности и дают штраф. Вот. Следующий слайд. Вот. В своих письменных ходатайствах он пишет про то, что не было исправить материалы, не было никаких негативных последствий действий, то есть он про все вот это пишет в ходатайствах, но все равно ему дают штраф 25 базовых в его отсутствии. И еще очень смешно, там в постановлении было написано, что выносят штраф с конфискацией предмета административного правонарушения. И в этом случае непонятно, что является предметностью правонарушения, потому что они в своих документах написали, что в неустановленном месте, с неустановленного устройства, потому что прошло много лет, человек уже поменял там все свои компьютеры и телефоны, и вообще непонятно, с чего даже он это делал. Вот. Но 24 июля Минский городской суд отменяет это постановление, отправляет снова в районный суд. Непонятно основание, какое именно, потому что понятно, что в жалобе было много причин, почему стоит вообще отменить, и просили, конечно, вообще дело закрыть, но они принадлежение отмены постановления направит на новое рассмотрение. В общем-то, вот такой кейс. Как вы думаете, что в этой ситуации сейчас можно сделать с учетом, что мы ждем назначения нового дела? За что бы выцеплялись в этом деле? Переверни обратно на… Да. Два видеоролика в 2015-2016 годах «Комбат в 17-м машина» и «Сторм-труп-16» и «Майк с надпись». Фото в «Майке с надпись». А почему «Комбат в 18-м» это… Вот, кстати, тоже, когда мы сели писать жалобу, мы залезли в список экстремских материалов, и, если честно, там есть, в общем-то, в списке есть «Террор-машина», вот эта часть в любом типа визуальном содействии, но нету ссылок конкретно на этот ролик, на эти ролики я не нашла, и «Комбат в 18» я тоже не нашла. Но при этом постановление суда… А решение суда, по которому была признана «Террор-машина», экстремистским материалом есть? Оно фигурирует в протоколе, оно фигурирует в основании суда, но я его не нашла в списке. Ну, короче, не знаю, либо это я плохо искала, то есть я несколько раз просмотрела, мы реально не нашли это в списке, но вот я сейчас жду, как бы, исключения городского суда посмотреть, что они скажут. Смотри, тут неплохо было бы посмотреть на основании чего вот эти вот все надписи, какими решениями они признаны экстремистскими и требовать у суда истребовать копии этих решений. Потому что по тому же Дрыбинскому суду у нас, например, было по решению нацистской символикой признано полотно, и мы доказывали, что по решению в списке экстремистских материалов именно физический объект, именно тряпочка. Да, я помню. А в нашем случае было изображение, что не входит, не является над непризнанными материалами, то есть может быть здесь поиграться с этим. Ну, это да, это тоже хорошая идея, мы про это в жалобе тоже писали. Может быть, судебное решение есть, просто поскольку человек не участвовал в первой стадии, он, соответственно, не знаком с материалами, не знает, что там его не ознакомили, грубо говоря, он тоже про это писал. Ну, проблема всех этих, понятно, составлений протоколов, что их там ничем не знакомят, обещают, что дела закроют за малозначительность, и они все наивно верят. В общем-то, в суде он не был незнакомился, в городском суде... Если вы в этот момент не отменили, что человек не присутствовал, нарушена права защиты, скорее... Я тоже думаю, что это основная причина, да, по которой... Вот, в общем-то хорошо, то есть посмотрите в списке материалов, ну, что еще здесь можно сделать? Поверните свои показатели. Сейчас. А интересно, скажите, а он встал в списке материалов до того, как он опубликовал это? Да. Или уже после? Нет, смотри, по всем этим делам, последним вот, которые мы только находим, абсолютно по всем, люди публикуют давно-давно, там, в десятом году, в пятнадцатом, в шестнадцатом, а в списке они появляются позже, там, семнадцатый, восемнадцатый, девятнадцатый, двадцатый год. Ну, типа, для чего это прямо нарушение? Да. Типа, что вот они тогда опубликовали, и оно все еще висит, и это можно найти, и, ну, они сами неофициально говорили, что они это ищут алгоритмами, то есть они даже не ручками это посматривают, они по ВКонтакте ходят специальные эти фото, по алгоритмам ищут эти ролики. Вот, в общем-то, они поэтому их находят. А что, думаешь, Маша, можно тут за что-то зацепиться? Я бы вообще оспаривала именно то, что это дляющееся правонарушение, но практика уже откатанная. А, ну, подожди, ну, у нас же не претендентное право. Давай подумаем. Да ладно. Ну, я бы... Кривоватенькая позиция, конечно, но, мне кажется, можно было бы говорить о том, что, ну, как бы, очевидно, да, что там умысел, грубо говоря, на размещение этого ролика был там в 15-16 году, да, и распространение той вот информации, которая была в этих роликах, был в 15-16 году. А он там признает распространение, или он тоже говорит о том, что это так сохранено для себя? Он говорит, что да, я публиковал, да, для личного просмотра, то есть, но не было умысла распространения. А сколько там просмотров? Не помню, если честно, нигде в материалах этого не было. Они это не учитывали вообще. Ну, там точно что-то очень мало. Ну, короче, проехаться, посмотреть решение, да, проехаться по длящемуся, имея в виду, что это не сильно поможет. А проехаться по, вот так, что мы только что обсуждали, Вероника обсуждала. А просмотры. А просмотры, ну, то есть арабанского плана, да, проехать, пройтись и рассказать, что какая-то фигня происходит. И что, и ты думаешь, что районный суд, это да? Ну, я не верю, что Октябрьский суд города Минска возьмет и все прекратит. И даже в Дрыбинске суд было больше доверяло ему. Ну да, можно понять. Так, а подожди, а что, собственно говоря, в Минском городском? А непонятно, потому что озвучили только результативную часть решения, и еще не пришло, постановления еще не пришли по почте. Долго шло. Мне очень нравится вот это ходатайство о вынесении частного определения о неконституционности процедуры. Это вообще прекрасно. Ну да, это практика, которую мы ввели, потому что там прямо есть, что если суды в время рассмотрения видят какую-то практику, которая, ну как бы, содействие нарушению права, они должны перестановить дело и отправить ходатайство. Вот мы по двум делам уже такое подавали, они, конечно, все клонят. Судья это делает? Мне просто интересно. Никогда? Нет. Ну вот в суде, судья это прокомментировала так, что это право суда, а не обязанности, поэтому мы не будем отправлять такое ходатайство. Я не хочу. Не хочу. Да. Сегодня у меня нет настроения. Но они при этом, вот в своем случае устно, судья не сказал, что нет оснований. У нас просто, просто потому что это право не обязанности. Ну в общем-то это тоже началось. Их тоже не спорят. Вообще смотреть надо это по постановлению суда городского, потому что мне кажется, что там скорее всего именно по процессуальным моментам, но если вдруг по сути, то может быть там что-то полезное именно по сути написано, тогда можно будет ссылаться, собственно говоря, на аргументацию Моргенского городского. Но в это я не сильно верю. Да, это точно. Ну да, я уверена, я более чем уверена, что это только по праву на защиту. А вот эти ролики, вот этот вот комбат и так далее, они не удалены? Да. Они сразу же как только участковый позвонил им, он сразу удален. Нет, но это я понимаю, что ссылки на какие-то ролики, например, на внешних источниках, может быть, если ты уже там удаляешь. Нет, а ВКонтакте такое, что если ты удаляешь все страницы, то все, у тебя в странице этого нету. И я вот даже пробовала их искать просто через Google, я их не нашла. Другой вопрос, что перед тем, как удалить, наверняка там перед удалением, наверняка участковый сделал все скриншоты, протокол от Мотровской. Ну, написали рапорт, да. Потом только уже вызвали его для столицы. В этом году он разместил и забыл. Но иногда, если смотреть на эти миски, то они могут быть вот эти самые ссылки, там, YouTube или что-то еще. Но, может быть, в 2016 году их там сами, я не знаю, от владельцев удалили. Нужно вспоминать, когда это было. Ну, это была ссылка не на YouTube, а это сам видеоролик ВКонтакте, ты его переполи, как бы репостишь, он у тебя добавляется в твои видео, а иной в твоей папке видеоролики лежит. Да, и он там бесконечно. Да. То есть, даже если они исходник удалят, то оно может остаться вот в этих папке там. Понятно, пока он его не удалил, ничего с ним там не произошло в это время. Да, но тут же еще, поскольку это было давно, то есть, ты даже залазишь в папку видеоролики, то есть, чтобы его найти, надо очень долго пролистать, найти его все-таки открыть, посмотреть. Ищет ли кто-то так информацию, тоже вопрос. То есть, кто-то кроме вот этих алгоритмов… Ну, мне кажется, хорошо бы тут, конечно, вызвать участкового, который вставляет протокол. А, а там в материалах есть. То есть, им как… Это делает Губопик, свой прекрасный отдел по экстремизму, они вставляют рапорт, что вот мы такое обнаружили, передают в милицию, и милиция уже вызывает и вставляет протокол. То есть, там рапорт даже… Хорошо бы, наверное, вызвать сотрудников в идеале Губопа, наверное, и спросить, а как вы вообще нашли этот ролик? Суд откажет. Да, суд откажет. Я знаю, но заранее выбросить почему нет. Как поискали «Контакт» работает? Если я ввожу строчку, допустим, вписываю название этого ролика, то он мне находит среди лиц, которые его распростили или перепостили? Слушай, если честно, не знаю, потому что я не пользуюсь «Контактами». Это интересно, потому что какая-то одна страничка непонятная, неактивная, где мало пользователей и так далее, но вообще нет. Ну да. Ну, если что, там, например, под роликом же могут быть, грубо говоря, комментарии, и там видны даты комментариев, там, например, можно говорить, что вот там недавно кто-то заходил и смотрел, или давно заходил, ну, хоть какие-то такие вещи, наверное. Кстати, про комментарии, а почему 17.11, а не 130-ая? Это же интернет. Так все, я еще раз рассказываю, да, что по нашей практике, ну, как бы… Потому что он раньше не привлекался? Почти все дела, которые мы ходим в 18.11, это все интернет. У него судимость, просто у него судимость не по экстремистским делам. Ну, пока что не почему, но, как, принципиально, важно было, в том числе, отбивать эту административку, ему ображают ревентивные надзоры, и поэтому… Короче, решили, что пусть будет административка. Да, то есть, ну, это… Да, хотя, опять же, могли решить как угодно, логики никакой… Планы выполнены, планы по 17.11 у нас еще не выполнены. Видимо, да. А по 130-ой разнарядку решили пока что не давать, смотря по статистике. Часть 2 – это значит, что уже что-то есть в списке экстремистских материалов, уже призванные экстремизмом, и человек это распространяет. Поэтому даже… Поэтому вопрос даже не только о распространении, а даже о хранении. Даже если он хранил для себя на своем компьютере, и они это узнали, то это формально уже заставка относительно правонарушения. Ну, типа, да. Ну, это вообще для меня… Плюс, для распространения нужно все делать для того, чтобы действительно узнало как можно больше людей, да. То есть, это должно как-то быть, что я дочь. Я ввожу в поисковик в Фонтакте, и тут же на меня опять ссылка. А то, что у себя на страничке, которые видят только там парочку моих друзей… Ну, понятно, что это все рабатский план, но тем не менее. Так, короче, Google находит террор 18… Ну, в смысле, список находит CD-диск с названием «Террор 18». Да, есть «Террор машин», «Террор 18». «Фуфайка», простите, не сама надпись, а именно «Фуфайка». Смотри, и там нет вообще «Комбата» 18. «Комбата» вообще нигде нет, в принципе. Вот, так я про что. И этот «Террор труп» тоже я не нашла его. Так, значит… Но есть проблема. Там, короче, в списке есть несколько моментов, когда они говорят, признали экстремистским вот этот видеоролик, и просто на него ссылка. Даже без названия. Грубо говоря, мы не знаем, он уже удален, например, и мы не знаем, что там был за ролик, но они почему-то знают, и они, если еще где-то его находят, то, получается, тоже говорят. Но они должны это как-то, наверное, объяснять, потому что мне… Я не нашла это в списке. Здесь есть о чем дело. Говори, да. Здесь нет второй части, как минимум, потому что нет «Комбата». В принципе, ничего со словом «Комбат». Так, а что… А еще, кстати, тоже моменты, которые в этом деле… Ну, на что я обратила внимание. У нас есть в КАФе еще статья 17.8 про распространение, там, видеоматериалов, материалов, которые, там, по насилию, демонстрация насилия, пропаганда насилия, культа жестокости, как это так. И, в принципе, мне тогда непонятно, если эти видеоролики про это, почему вот не предлагают по этому статье. Мне кажется, это было… «Стромтруп» тоже нет нигде. Нет, это я прошла. То есть я не нашла. Отлично, что не только я не нашла. Вот, кстати… Но надо смотреть, конечно, что лежит в материалах, и рапорт этого губопика, и всего. Естественно. Потому что этого всего… Ролики «Комбата» 18… Ну, «Комбата» вообще нигде нет по списке. «Террор машин» только «Виновый дубок», фу, «Дубовый венок» и «Фуфайка». «Стромтруп» 16 и любого номера нет тоже в списке. Откуда там вторая часть? Совершенно непонятно. Угу. Да, отличная идея. Может быть, да. Посмотрите. Хорошо. Маша, ты с нами? Маша уже есть, да. Маша, мы вместе. Все хорошо. Хорошо. А может, у тебя есть какие-нибудь идеи по этому делу? Или да еще? Я пропустила то, что вы сказали, потому что… Скажи свою версию. Может, у тебя есть идеи. Вообще, меня смущает эта вся история про то, что они включают в список, а я опубликовала это ранее. И вообще намерение на то, чтобы… Ну, то есть, как это… Ну, хотя да, но все равно висит опубликованным… Окей. Слушай, ну там еще есть ответственность за хранение. Понимаешь, еще в чем нюанс? Да, но только дело в том, что вопрос, храню ли я это. Но если ты это на компьютере у себя просто даже хранишь, не представляешь, это уже административно ответственность. Да, но я… Хорошо, у меня этого нет на компьютере. Слушай, у меня была такая девушка, о господи, где… В суде Чернинского района. А, ты была по этому делу? А, нет, там, да, вспомнила. Ой, Маша, ты пропала. Она была там… А вот сейчас… Сейчас слышно. Ну, короче, она там писала… Она скинула ссылку, говорит, о коктейль Молотова. Да, 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 это она, это она. Я что-то вспомнила про это, и что вот она знала, не знала, в какой момент там это было. Но я помню, что они как-то очень жестко… Боже, что они там… Они ей дали штрафы, по-моему, насколько я помню. Да. Штрафы ей дали, и… Ну, мы пожаловались в Минский областной суд, а потом я не знаю, что с ней было, дошла ли она докуда-то или нет. Потому что я предлагала много раз там, типа, давай пожалуемся. Она что-то как-то очень с этим… Ну да, она снилась. Да, 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 там была такая история. Да, но там история, действительно, что, значит, распространение было. Потому что, ну, как бы… Она накопила, скинула просто ссылку человеку, и все. Ну, смотри, как бы, если я опубликую в социальных сетях, я это не храню. Я это опубликовала… Ну, то есть я бы заходила с того, что… Во-первых, еще попробовать раскрутить тему о том, что… Когда я это опубликовал? Угу. Вообще. А как я мог узнать, что это включили в список? Угу. Ну, тоже, конечно, не знаю, не это… Не освобождает от ответственности. Но с другой стороны, тут… Ну, понятно, что у этого чувака отменили, я думаю, постановление по причине того, что у него право на защиту нарушено. Ну, да. Ну, вообще, да. Я… Мне кажется, что я тоже в этих жалобах ссылаюсь на то, что в том же законе о предъявлении экстремизма у госорганов есть право выносить официальные предупреждения. Они, вместо того, чтобы вынести это, если человек сразу удалил и так, по первому требованию, они берут сразу административное дело. Ну, в принципе, да. Разумность и, как бы, процессуальная экономия, в том числе. Это скажем. Я скажу с самого простого. Эти материалы не в списке. Мы не нашли их в списке. Ну, да. Я услышала последние две фразы, что вы не нашли их в списке. Так, тем более, каким образом тогда составляется протокол? Что за бред? Хорошо. Чисто технически здесь можно идти по первой части. Ну, затем я вижу позиция следующая. Первый пункт – то, что, в принципе, это не списки. И второе – даже если было бы, и дальше начинаем распинаться по теме. Ну, чтобы, понимаешь, чтобы привлечь по части 1, 18-19, надо сказать, прямо сейчас экспертная комиссия признала это экстремистским, что на момент, когда, как бы, они вставляли рапорт, это еще не было экстремизмом, но на момент судебного рассмотрения надо, чтобы это уже было экстремизмом. И тогда можно только привлечь… Потому что они там разжигают чего-то там, да. Нет, тогда, ну, то есть, что это… там есть признаки экстремизма. Это вот так. Если он разжигает – это уже уголовное дело. А тут, как бы, важно… Там факт экстремизма. Я в том плане, что экспертиза же не дает… не говорит о том, что это экстремистский материал… Она говорит о том, что они, по их экспертному мнению, видят здесь признаки экстремизма. Да. Ну, там, что они там… Как там… И передают потом это в суд, и суд уже, типа, понимает решение. Да. То есть здесь, как бы, самый адекватный вариант, как мне кажется, да, говорить о том, что… ну, да, второй части здесь нет, суд радостно видит, что да, здесь на второй части нет, отправляет дело для устранения недостатков обратно в РУВД, и в РУВД оно тихонечко все умирает. Да. Умирает, да. А какой суд, скажи, район? В Терапольске. В Терапольске. Ну, у нас еще с городского суда очень долго идет постановление. Но все еще не пришло, хотя с 24 июля было рассмотрение. Понятно. Может, сроки уйдут. Ну, было бы хорошо, да. Там же месяц на новое рассмотрение, мне кажется, да? Два месяца. Два месяца. Два месяца, да. Окей. Ну, учитывая… может быть они сейчас будут очень заняты. Кто его знает? Хотя суток Терапольского… Ну, дополнение бюджета – это такая важная задача суда, которые они вряд ли смогут избавиться. Это точно. Это точно. Человек вообще сам звонит в октябрьской сети, точняет, где там что-то... Ну подожди, человек ждет по почте решения городского суда для начала. Ахрена я на ему, шевелиться надо. Так а скажи, ты считаешь, что надо уже в районной звонить и говорить, где там мое рассмотрение? Где? Доназначено дело. Нет, даже... Неизвестно, какой студентам. Ребята, скажите, пожалуйста, направили ли вы дело в октябрь? Они говорят, направили. Окей, хорошо. Звоним в октябрь, скажем, ребята, пришло ли к вам? Нет, не пришло. Отлично, не вопрос. Понятно, хорошо. Точнее, нет. Лучше не звонить в городской, чтобы не напоминать им, что они должны чего-то там прислать. Слушайте, а как вообще происходит отбор для включения вот в этот... Откуда берется информация, что они существуют? Просто что мониторить? Сначала, например, мониторить соцсеть. Нет, ну ты просто представь, да, мониторить соцсеть, смотреть там в контакте кучу народа, которые, ну там, какой-то человек, которые вот эту информацию, ну, разнестили какие-то ролики. Потом их куда-то... Ну, они делают, как Губопик работает так. Они находят какую-нибудь страницу, каких-нибудь там, где вся страница, вся группа, например, там размещают ненацистский контент. Они смотрят, что контент-то самое такое брутальное, что им нравится, и отправляют это на экспертизу в специальную экспертную комиссию, это республиканская экспертная комиссия признания тела экстремистской информации, и есть еще областные при... Минюстин, нет, при... Минюстовне. Минюстовне тоже областные, да? Ну, хорошо. В общем-то, областные. Если это как бы в Минске, они отправляют республиканскую. Республиканская на протяжении 30 дней, которая добровольно, безоплатно формируется, рассматривает эти материалы и выносит свои экспертные заключения. И возвращает назад в орган, который попросил. И орган все это собирает в папочку и отправляет ровненько в суд по своему местонахождению. И потом уже рассматривает. Кстати, вот тоже дело, которое я вам показывала, ну, то есть суд рассматривает, говорит, да, здесь есть признаки экстремизма, надо внести в список, отправляет свое судебное решение после вступления в силу в Министерство информации, Министерство информации пополняет список. Да, но в экспертную комиссию, то есть в республиканскую экспертную комиссию могут обращаться не только госорганы, туда могут обращаться общественные объединения, организации, индивидуальные предприниматели, то есть все, кроме физлиц. Граждане не могут. Граждане не могут, но могут все остальные. В общем-то, как бы такая штука, но при этом... Слушай, скажи мне, я вот не думала никогда, а адвокат можешь туда обратиться? Ну, если ты ЭП формально, то можешь. Формально, да, я, да, такая. Да, но если ты не ЭП, то, кстати, вот этого и не указано. А ты мне... То есть я осуществляю деятельность индивидуально, все, как бы я формально подпадаю. Да, ты попадаешь, что если ты имеешь в виду, а вот Таня не попадает, извините. Наверное, тоже. Вот, в общем-то, если что, у нас есть языксизное учреждение, может обращаться. Да, ну, в общем-то... Пока что мы индивидуалы. Вот, ну, в общем-то, вот, процедура вся такая, при этом, как бы, по идее, мне непонятно, если... Ну, вот, ну, у нас есть реальный кейс по Мечернему Могилеву, когда человек, как физлицо, обратилась, и комиссия сама уведомила милицию, и попросили, ну, типа, и милиция согласилась поддержать, как бы, они рассмотрели все-таки это дело и начали это дело. Вот, но еще вопрос в том, что, например, не только Губобик сейчас работает, вот, кейс, который я вам показывала про два вот этих исламских ролика, это обратилась к ГГБ местное в Минске, и, как бы, по моим ощущениям, они начинают все больше заниматься этой темой, да. Так что у нас новые тенденции, я думаю, что, надеюсь, очень сильно, что отдел Губобика скоро загнется, но пока... Вот, во всяком случае, в меня это вселило какая-то минимальная надежда. Вот, по таким ощущениям. Хорошо. Короче, вот это основные дела, которые, наверное, хотела показать. Спасибо за ваше мнение, за информацию. У меня есть несколько жалоб, которые вот мы по этим делам пишем, всякими аргументацией про ссылки на международные нормы, какие-то вещи. Я потом вам тоже пришлю, может, что-то из этого вам будет полезно, в каких-то делах сможете брать. Вот, ну и надеюсь, что мы сможем хоть что-то, и про обращение, про остальное. Ну и если вы вдруг будете знать про дела по таким статьям, тоже можете там привлекать, что мы хотя бы, не знаю, если вы посмотрели что-то сделали, там какие-нибудь экспертные штуки, помочь точно можем. Идея у Тани просьба с прошлого раза про список тех, кто мог выдавать экспертизу, я думаю, что мы можем это через всякие международные сети замучить и попробовать сделать, чтобы мы могли, если что, быстро обращаться. Стейникам, пожалуйста. Что? Стейникам сразу, пожалуйста. Хорошо. И еще подумать про то, что мы можем прям стратегически подумать, потому что, если честно, мне нравится сам список, мне кажется, что он сам по себе от экстремистских материалов существенно ограничивается годом высказывания, в принципе. Да, если что-то без учета, контекст тоже, в принципе, есть. Не знаю, аббревиатура с четырех букв, неважно, в каком контексте, автоматически считается административным по нарушениям, по-моему, звучит мне очень логично. Монета, я думаю, в Германии 1933 года тебя не смущает? Ой, меня очень много что в этом списке смущает. Да, надо перепроверить. Да, лучше, да, все пересмотреть, и понятно, что тут всех информировать мало, то есть хочется, чтобы не было самой такой системы подхода, поэтому вот, если у вас еще будет идея, что мы можем стратегически, можете со своей стороны сделать, тоже можете намекнуть, моргнуть, по-моему, что-нибудь делать. Монета из металла белого цвета, диаметром 25 миллиметров, времен третьего рейда до серии 1938 года. Решение создал Октябрьского района от 15 октября 2015 года. Вот, да. А еще история свежая про почтовую марку. Я не знаю, я не помню, прислала вам или нет, наши обзоры по три месяца, последние я вам пришлю, если что, покажу еще. Мы каждый три месяца сейчас делаем небольшие обзоры с теми делами, которые мы отслеживаем, с изменениями, в республиканский список этот. Может быть, там что-то будет тоже вам интересное. Там, в том числе, есть кусочки с нашим по какому-то мнению, что, может быть, тоже можно куда-то к чему-то использовать. Вот, еще есть коллекционный декаб в защитных организациях, в которые, да, можно тоже на него ссылаться, смотреть, и всякие такие материалы. Вот, это основное, что, не знаю, что сегодня я хотела с вами поговорить.